Повесть Валентина Катаева «Трава забвения», увидевшая свет в 1967 году, — это книга о воспоминаниях писателя, главными действующими лицами которой являются Владимир Маяковский и Иван Бунин. Известный прежде всего как прозаик, Катаев сочинял и стихи, на лучших из которых след поэтики Ивана Алексеевича Бунина читается несомненно. Весны внезапной мир рябой Раздался и потек, Гвоздями пляшет под трубой Морозный кипяток. По лунным кратерам, по льду, В игрушечных горах, Как великан скользя, иду В размокших сапогах. Бежит чешуйчатый ручей По вымокшим ногам, И скачет зимний воробей По топким берегам. И среди пляшущих гвоздей Смотрю я сверху вниз, А ты, ходивший по воде, По облакам пройдись. Валентин Катаев, 1922 год. Гот. Валентин Катаев, 1922 год. Трава забвения. Валентин Катаев, 1922 год. Валентин Катаев, 1922 год. Москва. Детская литература, 1967 год. А может быть, это были всего лишь маленькие звукоуловители, напряженно повернутые в мировое пространство, к источнику колебаний, недоступных для человеческого уха. Однажды я уже говорил, или даже, кажется, писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также в животных, растениях, камнях, предметах домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я думаю, что это свойство каждого человека. Во всяком случае, все то, что я вижу в данный миг, сейчас же делается мною, или я делаюсь им. Не говоришь о том, что сам я, как таковый, непрерывно изменяюсь, населяя окружающую меня среду огромным количеством своих отражений. По всей вероятности, будучи, как все существующее в мире грубо материальным, я так же бесконечен, как материи, из которой состою. Отсюда моя постоянная взаимосвязь со всеми материальными частичками, из которых состоит мир, если, конечно, он материален, в чем я глубоко убежден. В силу своей постоянной житейской занятости, мы давно уже перестали удивляться многообразию форм, окружающей нас среды. Но стоит отвлечься хоть в один день от земных забот, как сейчас же к нам возвращается чувство принадлежности ко Вселенной, или, другими словами, чувство вечной свежести и новизны бытия. Предметы обновляются и получают новый, высший смысл. Например, тот цветок, который в данный момент попал в поле моего зрения. Я обратил на него особенное внимание, не случайно, он давно уж тревожил меня своей формой. Такими пучками растут, например, грибы-опенки, гнездо длинных трубок, вышших из новорастительного узла, сосисочки, даже обмороженные пальчики, пучок молоденькой тупоконечной моркови-каратели. Потом они подрастают, меняют цвет, из оранжевых шафранных делаются красными. Их концы лопаются и раскрываются венчиком, но это совсем не общеизвестные вьющиеся граммофончики, ничего общего. Их удлиненные тельца, узкие колокольчики и мягко округлые отверстия, окруженные фистончиками лепестков, светят с каким-то тигрово-абрикосовым цветом, зловещего спаленным в середине цветка, куда, как загематизированные, медленно вползают на казнь насекомой. Уддийский красный цвет. Эти цветы быстро вырастают и также быстро увядают, съеживаются, сохнут и выпадают из созревшей цветоножки, оставляя после себя длинное полупрозрачное тельце зеленой тугой каплей завязи. И вот, вместо того, чтобы работать, я наблюдаю за цветами, радуясь, что они напоминают мне целый ряд предметов, между прочим, те резиновые полупрозрачные соски, которые надевают на горлышко бутылочки с детским молоком, а затем отправляюсь искать садовника, для того, чтобы узнать, как называется растение. Все мои чувства сосредоточены на этом праздном вопросе. В самом деле, не все ли мне равно, как оно называется? Это чем-то мучительно для меня знакомое растение, чьи полувьющиеся крепкие стебли поднимаются по столбам над верандой и постоянно, как бы сознательно протягивают к самому моему лицу шафранно-красные соцветия, напоминающие мне что-то чрезвычайное для меня, дорогое и важное. Причем я делаю еще одно наблюдение. В этом соцветии имеются цветки всех возрастов, от совсем маленьких, как недразвившийся желудь, цветков ублюдков, уродцев размером с ноготок до бархатиста-бордовых красавцев в полном расцвете, цветов королей и, наконец, до цветов трупов, чьи обесцвеченные пустые чехольчики являются страшный вид коричневого гниения. И все они, вся кисть, все их семейство, живые и мертвые, расположены строго параллельно перилам террасы, как бы обращенные в одну сторону, к вечно заходящему солнцу, уже коснувшемуся гористого горизонта. Садовник сказал, что это растение называется бегнония. Тем лучше. Высунувшийся из пыльного горячего хуста длинная горизонтальная ветка с перистыми супротивными листьями протянула мне соцветия, и самый крупный цветок, подобный маскарадному колпачку пьеретты, остановился перед моими глазами. И тогда я легко и без усилий вспомнил точно такое же знойное июльское утро башню Ковалевского и открытую веранду с гипсовыми помпейскими вазами, которые тогда воспринимались мной как мраморные. А дача, по меньшей мере, древнеримской виллы в духе живописца Семирадского. Та же скромная полоса, а не слишком красивого черного моря, откуда относились резкие восклицания купальщиков, представлялась мне пламенным неаполитанским заливом с красными парусами. И все это происходило потому, что я должен был увидеть человека, перед талантом которого преклонялся, и который представлял с ней существом почти что сказочным. — Ваня, к тебе! — крикнул толстячок московской скорговоркой. Вы сразу поняли, что это старший брат Ивана Алексеевича, тоже и литератор, пишущий на педагогические темы. — Кто именно? — послушался голос из-за двери. — Молодые поэты! — Сейчас! И на пороге террасы, пристегивая заграничные подтяжки, появился сам академик Бунин. Мельком взглянул на нас и тотчас скрылся, а через минуту снова вышел уже в другом ритме и вполне одетый. Многие описывали наружность Бунина. По-моему, лучше всего получилось у Андрея Белого. Профиль Кондора, как бы заплаканные глаза, ну и так далее. Более подробно не помню. Потом я слышал, что глаза у Бунина были прелестно голубые, но я этого не заметил, хотя вполне допускаю. «Пред нами предстал сорокалетний господин, сухой, желчный, щеголеватый, с цириолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уж я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это несущественно. Хорошо сшитые штучные брюки, английские и желтые полботинки на толстой подошве, вечные. Бородка темнорусая, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова, французская. Недаром Чехов называл его в шутку господин Букишон. Пенсная, вроде и чеховского, стальная, но не на носу, а сложенная вдвое и засунутая в наружный боковой карман полуспортивного жакета, может быть, даже в мелкую клеточку. Крахмальный воротник, или, как тогда говорилось, воротнички, высокий и твердый, с уголками, крупноотогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона. В двадцатых годах я бы непременно написал «бристольский воротничок». Это у нас тогда называлось переносом эпитета. Кажется, я сам изобрел этот литературный прием и ужасно им злоупотреблял. Мечт вроде инверсии. Так-то, братцы. Но до двадцатых годов был еще, ой, как далеко, целая вечность. Теперь я так писать стесняюсь, постарел, остепенился. Пора я душе подумать. Стал мовистом от французского «мове» плохой. Бунин взглянул на нас строго официально и с далекого расстояния протянул на вытянутые руки. Одну мне, другую Вовке Гитрихштейн. Но не для рукопожатия, а для того, чтобы взять наши стихи. Вовка Дидерикс, или, как он подписывался, Волфон Дидрихштейн, был тоже молодой поэт, но гораздо старше меня. Богатый студент в штатском. Кремовые фланелевые брюки, пестрый пиджачок, твердые соленые шляпы, канатье, толстый золотой перстень с фамильной печатью, белобрысая обезьянья мордочка, аздзейского немчика с виднеющимися редкими зубами. Типичный последний отпуск. Повинуясь неподвижному взгляду Бунина, мы вложили в его протянутые руки свои сочинения. Вовка вложил только что напечатанную за свой счет книжечку декаденских сектворений, на бумаге верже с водяными знаками и в обложке в две краски под названием «Блеклый венок», а я общую тетрадь, которую я вытащил из-за гимназического пояса, сильно побитый металлической бляхой. Крепко сжав хваткими пальцами наше сочинение, Бунин велел нам явиться через две недели, корректно поклонился одной головой, давая понять, что аудиенция окончена, и удалился. А его брат Юрий сказал, что Ваня торопится в гости и проводил нас несколько шагов по каменной террасе до ступенек, которые вели на садовую дорожку, покрытую пыльным скрипучим гравием, под мы всем дорожком на детских дачах. Ровно через две недели, минута в минуту, мы опять стояли на каменных плитах знакомой террасы, через перила, которые к нам тянулись, багрово-оранжевые сосисочки, соцветия растения, название которого я тогда еще не знал, и узнал только лет через пятьдесят. — Ваня, к тебе! — сказал толстячок в дверь. — Кто? — послышался раздраженный голос. — Молодые поэт! — Сейчас! И на пороге стеклянной двери, как и в первый раз, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наш сочинение. Причем не ошибся. Вовке Гитрихштейн протянул его книжечку, а мне мою тетрадь. — Я прочел ваши стихи. Сказал он строго, как доктор, обращаясь к главному взумку, к Вовке, что несколько меня задело. Лишний раз подтвердив мое наблюдение, что если я сам нахожусь среди какой-нибудь, пусть даже самой небольшой компании, то меня или вовсе не замечают, или замечают в последнюю очередь. Такого уж свойства моей личности. Ну что ж, трудно сказать что-нибудь положительное. Лично мне чужда такого рода поэзия. Вовка глупо, но заносчиво улыбнулся. — Вам бы, — продолжал Бунин, — следовало обратиться к какому-нибудь декаденту, например, к Бальмонту. А я, что ж я могу сказать, затрудняюсь, манерно, кокетливо, неопределенно, неясно, претенциозно, агентство и просто не по-русски. — Да, но разве вы не признаете в поэзии заумного? Отважно прервал его Вовка, облизывая бесформенные, слюнявые губки. Сейчас это многие признают, быть может. Но я полагаю, раз оно заумное, то, значит, по ту сторону ума, то есть глупость, сказал Бунин. Я затрепетал от того, что в моем присутствии родился настоящий литературный афоризм, но не растерялся и сейчас же протянул Бунину его большой коричневый фотографический портрет на сером паспарту, купленном накануне за один рубль с серебром у фотографа, который выставил его для рекламы в витрине своего ателья на Шельевской улице в знаменитом Одесском пятиэтажном небоскребе, построенном из желтого кирпича в мавританском стиле. На фотографии под папиросной бумагой, как невесты под фотой, было изображение Бунина, который несколько боком сидел в каком-то железном садовом кресле, схватившись сухими руками за подлокотники и вытянув вперед к зрителям ногу, заложенную за ногу так, что заграничные полуботинки оказались на первом плане и вышли неестественно большими со всеми своими подробностями. Толстой подошвой, дырочками вокруг союзок, кожаными шнурками и завязанными бантом, в то время как характерная голова академика с выдающимся дворянским затылком вышла несколько менее крупной, чем мне бы хотелось. Даже отборные садовые гравии на переднем плане вышел куда более выразительно, чем все остальные аксессуары. Увидев в витрине эту фотографию, я побежал домой и почти со слезами вымолил у тети рубль, который с меня запросил бездарный, но хитрый фотограф, смекнувший, что имеет дело с молодым поэтом, поклонником столичной знаницы. Теперь я извлек из пожелтевшей газетной бумаги портрет и подлого Бунину. «Вы хотите, чтобы я вам что-нибудь написал на память?» спросил Бунин бесстрастно, но как это ни странно, я вдруг понял, что в глубине души он польщен и моим смущением и своим портретом, на который искоса взглянул, по-видимому, тут же отметив про себя весь его провинциализм, начиная от серого паспарту и кончая папиросной бумагой третьего сорта. «Ну, что ж вам написать?» «Вот вопрос. Напишите, если можно, то, что вы только что сказали». «А что я сказал?» удивился Бунин. «Ну, как же, вы сказали, что заумное, так сказать, это глупость?» «Разве я это сказал?» «Конечно, сказали». Бунин на минутку задумался. «На сейчас же извлек из внутреннего кармана Жеки эту автоматическую ручку, что по тем временам было большой новостью, и отвинтил головку. «Извольте, ваше имя?» «Я сказал». Он положил портрет на гипсовую булюстраду и четкой клинописью написал в левом верхнем углу, где было посвободнее от аксессуаров, Валентину Катаеву. Заумная есть глупость. Ив Бунин. Я был в восторге. А Вовка Дитрихштейн кусал свои мокрые губки от зависти, проклинаясь без за, что не догадался купить портрет Бунина. Больше всего понравилось мне большое прописное Б в подписи Бунина. Верхние черта этой буквы вначале непонятно толстые, а тем сходящие на ней вроде египетской кинописной лители или жирного специального знака, поставленного горизонтально, или даже ритьки с тонким хвостом. Я уж не говорю о том, как было лестно видеть свое имя, написанное рукой знаменитого писателя. Проводив нас на этот раз до ступени и террасы, Бунин прощался с нами, пожав наши руки, сначала Вовке, потом мне. И тут произошло чудо, первое чудо в моей жизни. Когда Вовка Дитрихштейн уже начал сходить по ступеням, Бунин слегка попридержал меня за рукав моей гимназической коломянковой куртки. Произнес негромко, как бы про себя, приходите как-нибудь на днях утром, потолкуем. Говоря это, он осторожно вытянул у меня из-под мышки тетрадь со стихами и спрятал ее за спину. Легко можно представить, в каком состоянии находился в течение тех четырех или пяти дней, которые с нероятным трудом заставил себя пропустить для приличия, чтобы не побежать к Бунину на другой же день. И вот, наконец, я мчался в пустом утреннем вагоне электрического трамвая с плетенными из тростника откидными диванчиками за город на дачу Ковалевского, и все время с левой руки за обрывами показывалось, из пыльной зелени попадало море, а справа мелькали дачные пятачки, усыпанные сухою шелухою подсолнуха с киосками прохладительных напитков, булочными, почтовыми отделениями и даже в одном месте с летним театром с гипсовой лирой над входом, где давались любительские спектакли, и трамвайный ролик бежал по медному проводу, рассыпая искры, казавшиеся при блеске ослепительного утреннего солнца и такого же ослепительного моря черными, как угольки, а провод в это же время пел виолончелью, и на крутых поворотах визжали или тормоза, а я стоял на площадке новенького бельгийского вагона, держа за железным столбиком, и высовывался в открытую дверь, для того, чтобы ветер охладил мою горячую голову с подстриженными под машинку волосами. Наконец, тишина, пустой дачный сад, скрип пыльного гравия, степной полынный ветер, каменная веранда и красные соцветия, еще не имеющего названия, но уже знакомого вьющегося растения. У входа в цветок, рдеющий на солнце красным цветом петушиного гребня, в воздухе стояла оса. Однажды, значительно позже, я прочел у Пастернака волшебные строки. Голоса приближаются, скрябин, о, куда мне бежать от шагов моего божества. И под его все теми же заграничными полуботинками зазвучали каменные потертые плиты веранды. На нем была свежевыглаженная холщовая блуза с нагрудным кармашком, оседланным стальным пенсно с черным шнурком. Но, вероятно, в мире уже что-то произошло или в это время происходило, роковое и непоправимое, потому что, хотя стояло все то же горячее приморское утро, но дача уж не показалась мне римской вилы. И над кубовой полосой неспокойного черного моря я не увидел красных парусов неаполитанского залива. А комната, куда мне пригласил хозяин, была проста, как дворницкая, с беленными стенами, ярким полом, выкрашенным масляной краской, в янтарно-охренных досках, которого лазурно отражалось небольшое окно с кухонным столом, аккуратно застланным листом алой промокательной бумаги, надежно придавленной к столу кнопками, на котором я заметил четвертушку почтовой бумаги с начатыми строчками, а на раскаленном сияющем подоконнике на четвертушке такой же почтовой бумаги сохла горка влажного турецкого табака. Рядом с ней я увидел коробку с воздушно-крахмальными гильзами фабрики Коннельского, стальную машинку для набивания, сверкающую на солнце своими медными застежками, и стальную палочку с круглой некрашеного дерева рукояткой, приготовленной для набивки новой папиросы, в то время как в воздухе стоял синеватый дымок, только что выкуренный. А сам Бунин уж не казался мне таким строгим, и в его бородке было больше чеховского, чем в прошлый раз. Мы сели на два буковых венских стула, гнутых, легких и звонких, как музыкальные инструменты, и он положил на стол мою клеенчатую тетрадь, разгладил ее сухой ладонью и сказал «Ну-с! Но как же все это случилось? Что между нами общего? Почему я так страстно его люблю? Ведь совсем недавно я даже не слышал его имени. Хорошо знал имена Куприна, Андреева, Горького, слышал, что есть Арцебашев, Юшкевич, Чириков, тот самый, о котором будто бы злой старик Лев Толстой сказал «Как его Цуриков, Чуриков? А о Бунине совершенно ничего не слышал. И вдруг в один прекрасный день, совершенно неожиданно, он стал для меня божеством. Давайте разберемся. Я уже давно писал стихи и находился, как все молодые поэты, в состоянии вечного душевного смятения. Бегал по редакции местных газет без всякого разбора. Читал свои стихи, кому попало в гимназии на переменках, спрашивал мнение товарищей, домашних, папы, тети, мучил своими произведениями младшего братишку Женю, будущего Евгения Петрова, посылал свои стихотворения даже бабушки в Егтянослав, даже прослыл у знакомых гимназисток слегка сумасшедшим. И все это лишь потому, что никто не мог мне объяснить какой-то, как я тогда думал, самый главный секрет, открыть какую-то самую сокровенную тайну поэзии, не обладая которой, можно было и впрямь свихнуться, не понимая, для чего все это пишется. Что означают все эти давным-давно, еще со времен Ломоносова, известные рифмы, размеры, строфы, тысячу раз уже писанные кем-то раньше, тысячу раз читанные, перечитанные, и, по сути дела, по внутреннему ощущению, ничего общего не имеющие лично со мной, с моей жизнью, с моей судьбой, с моими интересами, какие-то бледные холодом дышат, природа немая, бешено волны седые кипят и прочие, звездочки между четверостишими. Подобное же чувство, по-видимому, испытал в свое время и Маяковский, о котором я тоже собираюсь кое-что рассказать в этой книге. В своей биографии он пишет «Вышла ходульна и рев плаксива, что-то вроде золота в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей, ждал я, но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней, и списал таким целую тетрадку». Никто мне ничего не мог сказать, и ничего я не слышал, кроме того, что вообразите себе, Валя пишет стихи, хотя, впрочем, в его возрасте все пишут. В редакциях стихи отлично, оставьте, приходите, через две недели, рукопси не возвращаем, через две недели не пойдет. Почему? Потому что мы буквально заваленные стихами, а мы их вообще-то не печатаем. Или вдруг неожиданное счастье одно взяли, какое, я уж не помню, там что-то про природу, восемь строк на подверстку. И лишь один раз в редакции одесских новостей, заваленные узкими гранками, испятными, черными оттисками пальцев, и известный журналист Герцер Иноградский, который под псевдонимом Лоэн Грин ввел ежедневный филитон короткими рубленными строчками, односложными абзацами, а-ля король филитонистов великий Влас Дорошевич, человек с худым интеллигентным лицом и длинными усами эрхарна, мельком взглянув на меня сквозь все тоже стальное чеховское пенсне, вдруг чем-то он мне заинтересовался? Трудно сказать, чем именно. Может быть, пожалел, потому что я так неестественно кашлял от смущения, имитируя слабые легкие, так нервно ломал лаковый козырек своей гимназической фуражки, прожженные в нескольких местах увеличительным стеклом, так стеснялся своих вулканических, так называемых возрастных прыщей на худом китайском подбородке. Он ласково отстранил доброй рукой мои свернутые в трубку стихи и сказал с простотой откровенности потрясший меня, слушайте, ну, допустим, я попрошу вас зайти через неделю, а потом скажу, что стихи не подходят, потому что мы вообще от стихов не печатаем, хотя мы изредка и печатаем, потому что стихи сырые, хотя они действительно, может быть, сырые, но какое это имеет значение? Хотите знать святую правду? вы принесли мне стихи, а я вот даю вам честное слово порядочного человека, но совершенно, абсолютно, ничего не смыслю в стихах, поэтому ничего вам не могу посоветовать путно, и никто у нас в газете ровно ни черта поэзии не понимает, можете мне поверить, только делают вид, что понимают, так что я вам посоветую, дайте свои стихи прочесть настоящему писателю, понимаете, настоящему, он подчеркнул это слово и уставил своими добрыми склеротическими глазами, у нас в Одессе, сказал он, живет один настоящий писатель, Юшкевич я не считаю, Александр Митрофанович Федоров, вы, наверное, о нем слышали? Не слышал, Чехову нравилось его стихотворение «Шарманка за окном на улице поет, мое окно открыто вечереет», он снял пенсной и вытер платком слезы, вот, идите, а еще хотите быть писателем, надо знать, а Федоров о нем даже есть в энциклопедическом словаре, мне было ужасно неловко за свое невериество, я виноват и молчал, терзая в опущенных луках свою фуражку и выламывая веточки герба, но тут меня осенило, а Федоров не попали это реалиста Витьки Федоров, с которым мы одно время жили рядом в Отраде, даже немножко дружили, помнится, Витька хвастался, что у него батька-писатель, он не в Отраде живет, спросил я, жил в Отраде, а теперь выстроил собственную дачу рядом с башней Ковалевского, я товарищ его сына Витьки, верно, у него есть сын Витя, так вы, я вам серьезно советую, не откладывай, поезжайте, он хороший поэт, ученик, Майкова, прибавил он таинственным шептом, он может дать вам ряд полезных советов, это единственное разумное, что вы можете сделать, у вас что, легкие не в порядке? В порядке, это я, так, у вас здесь в редакции очень жарко, с Богом, так как на даче не было ни души, я беспрепятственно прошел через все комнаты и остановился в дверях кабинета, где за письменным столом сидел, как я сразу понял, сам А.М. Федоров, на фоне громадного всю стену венецианского окна с дорогими шпингалетами, на треть занятого морем, большфонтанским берегом и маяком, а на две трети движущимся громадным облачным небом ранней весны, ищь холодной, хмурой, со штормами, неправдоподобно крупными почками конского каштана, как бы густо обмазанными столярным клеем. А.М. Федоров задумчиво, с паузами, заносил что-то в объемистую записную книжку. Наверное, пишет стихи, подумал я, и вступил в комнату, с ужасом слыша скрип своих новых ботинок. Здравствуйте, сказал я, прокашлявшись. Он нервно вздрогнул всем телом и вскинул свою небольшую красивую голову с точенным, слегка горбатым носом и совсем маленькой серебристой бородкой. Настоящий европейский писатель, красавец, человек из какого-то другого высшего мира. С таким людьми я еще никогда не встречался. Сразу видно, утонченный, изысканно простой, до кончиков ногтей, интеллигентный, о чем свидетельствовали домашний ботистовый галстук, бантом, вельветовая рабочая куртка, янтарный мундштук, придавая ему нечто в высшей степени художественное. Здравствуйте, еще раз сказал я, шаркой ногой. Он схватился кончиками пальцев за сидеющие виски. В его глазах мелькнуло безумие. Ах, как вы меня испугали! Нельзя же так! Я думал, бог знает, что пожар, что вам угодно. Я товарищ Витя. Витя в училище. С недоумением сказал он. А почему вы не в гимназии? Или, может быть, с Витей что-нибудь случилось? Закричал он, вскакивая. Ради бога, говорите, что с ним случилось? Ничего не случилось. Он жив? Наверное. А отчего? Это я вас должен спросить. Отчего? А почему вы не в гимназии? Так странно. Я не к Витике пришел, а к вам? Ко мне, удивился Федоров. Но прежде чем я успел вытащить из кармана шинели свои рукописи, он все понял и заметался, как подстрельный. Стихи? Нет, нет, только я умоляю вас не теперь выживить. Я занят. Часто я никого не принимаю. Как вы сюда попали? Он отпрянул от меня и смотрел с ужасом на мои рукописи, которые я уже начал торопливо перелистывать. Мы были во всем доме одни. Его положение было безвыходным. «Ли, да!» крикнул он слабым голосом, но, вспомнив, что жена уехала в город за покупками, махнул рукой и сдался. Обливаясь потом и все время кашляя, я прочитал ему свои стихи. Он сделал томным, красивым голосом избалованного женщинами известного писателя несколько вялых замечаний, а потом разошелся. И когда я спрятал свою рукопись, он несколько юмористически сверкнув глазами, погладив кисточку своей серебряной бородки, сказал сладостно кондитерским голосом, «Ну уж так и быть, теперь моя очередь. Держитесь, Валя, сейчас я вас убью». С этими словами он был на списьменном остаток толстую софьяновую тетрадь. И один за другим стал с упоением читать сонеты, написанных, он объяснил вчера, во время бессонницы, в один присест залпом. Седые пейсы, острый взгляд, шейлок, неровными зубами торопливо он развязал заветный узелок, таилось в нем сокровище надива, жемчужина персидского залива, из мрака он на свет и извлек, и сам гордясь, любуется ревниво, и так далее, и шикарный конец. Она живет и дышит, и, о, Боже, я слышу вздох, зачем меня хавас достал со дна для этих жадных глаз. Разумеется, был убит наповал. Вот это настоящий поэт. И с этого дня стал страшным почитателем и учеником Федорова, который вскоре привык ко мне и не без томности говорил знакомым. Это Валя, молодой поэт, мой талантливый ученик. Мы читаем друг другу стихи. Эта идиллия продолжалась довольно долго, но закончилась как-то вдруг, когда в один прекрасный день расчувствовавшийся Федоров томно сказал, ах, Валя, все это откровенно говоря, вздор. Хотя мой учитель Майков считал меня самым талантливым своим учеником и предсказывал мне блестящую булочность, при этом Федоров посмотрел на фотографию старика с черно-серебряной бородой в строгих железных очках поэта Майкова с автографом. Но по совести какие мы с вами поэты? Бунин! Вот кто настоящий поэт! Вы читали Бунина? Нет? Вы не знаете стихов Бунина? Ужаснулся Федоров и ничего о нем не слышали. Смутно соврал я в каком-то журнале длинно и скучно. Даже кажется без рифм. Впрочем, кажется, это был не Бунин. Федоров с молчаливым укором посмотрел на меня, подошел к громадному во всю стену книжному шкафу, вытянул с полки книгу и стал ее перелистывать. Мелькнула дарственная надпись с большой прописной клинописной буквой Б. Все море как жемчужное зерцало, читал Федоров, держа в руках открытую книгу, но не глядя в нее, читал своим красивым несколько актерским кинорком, дрожащим от неподдельного восхищения. Сирень с отливом млечно-золотым, и как тепло перед закатом стало, и как душистно цакли тонкий дым, вон чайка села в бухточке скалистой. Тут Федоров, повернув свою небольшую скульптурную голову, посмотрел в окно, в черноморскую даль, слегка прищурившись с таким вниманием, словно и впрямь видел кавказское побережье, сакли эту самую скалистую бухточку и чайку, сидевшую в ней. Вон чайка села в бухточке скалистой, как поплавок, взлетает иногда, и видно, как струею серебристой сбегает слабок розовых вода. Я был поражен. Передо мной вдруг открылась совсем простая тайна поэзии, которая до сих пор так упорно ускользала от меня, приводя в отчаяние. Я уже давно, хотя и смутно понимал, что уметь составлять стихи еще не значит быть поэтом. Легкость версификации уже перестала обманывать меня. Внешний вид стихотворения, так отличавшийся от прозы своими отдельными четверостишиями, особым щегольством типографской верстки с тремя звездочками, многоточиями и другими общеизвестными ухищрениями, хотя и продолжали оказывать на меня гипнотическое действие, но временами уже начинали раздражать. У меня даже зародилась глупейшая мысль, что можно в маленькую ученическую тетрадку для слов записать попарно все существующие рифмы, затем вызубрить как таблицу умножения все существующие стихотворные размеры, ямбы, хорей, амфибрахи, что в общем-то не составляло большого труда и дело в шляпе. что касается самого содержания, то оно общеизвестно и вполне доступно. Мечты, грезы, печаль, тоска, любовь, сад, луна, река, свидание, страсть, святы, осень, весна, зима, реже, лето, поцелуй, ночь, утро, вечер, реже, полдень, измена, горькая судьбина, да мало ли чего? Разумеется, в большом количестве море, волны, заливы, буря и чайки, но это все вообще, даже может быть, бухта. Но бухта вообще неподлинная, книжная, не вызывающая никаких особенно ясных представлений. Но тут была, во-первых, не бухта, а бухточка, и во-вторых, не вообще бухточка, а скалистая, то есть такая, какую я много раз видел где-нибудь в Аркадии или на Малом Фонтане и любовался ею, никак не предполагая, что именно она и есть предмет поэзии. Чайка тоже была не абстрактная чайка книжных виньеток и концовок, а вполне реальная черноморская чайка, подруга Большефонтанского маяка, в данном случае севшая в скалистой бухточке, как поплавок. Сравнение буквально сразившей меня своей простотой и почти научной точностью. Уж я ли не знал, как плавает в морской воде двухцветный, наполовину красный, наполовину синий, пробковый поплавок, такой легкий, устойчиво покачивающийся на прибрежной волне с торчащим кончиком гусиного пира. Бунин открыл мне глаза на физическое явление поплавка, имеющего, по-видимому, такой же удельный вес, как и чайка, со своими полыми костями и плотным, но чрезвычайно легким, просаленным, непромокаемым оперением, как бы пропитанным воздухом. Вода, серебристую струею, сбегающая с розовых, тоже непромокаемых лап, была так достоверна, теперь я бы сказал, стереоскопично, словно я, издали смотрел на нее в хороший морской бинокль, увеличивающий раз в пятнадцать. Я увидел чудо подлинной поэзии, передо мной открылся новый мир. В тот же вечер я попросил папу купить мне книгу стихотворений Бунина. Отец посмотрел на меня сквозь пенсное глазами, на который, по-моему, навернулись слезы умилений, наконец-то Боболтус взялся за ум, он просит купить ему ни коньки, ни футбольный мяч, ни духовой пистолет, ни теннисную ракетку, а книгу и ни Шерлока Холмса Коман Дойля, ни тайну желтой комнаты Гастона Леоу, а прекрасную книгу русского поэта. Быть может, это был единственный подлинно счастливый день в его жизни. Отцы это поймут, а дети тоже поймут, но не теперь, а со временем. На другой день, вернувшись домой с уроков, отец вручил мне в передние завернутые в прекрасную тонкую плотную оберченную бумагу, от которой пахло газовым освещением пищебумажного магазина образования, пахло глобусами, географическими картами, литографиями. Толстенький сборник стихотворений Ив Бунина, издательство «Знания» 1906 года в скучно зеленоватой шагренивой бумажной обложке, в которой чувствовалось что-то невыловимо социал-демократическое. Теперь же я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей страдки. На потертых углах этих страниц, выкрашенных по ребру красной краской, был нарисован во множестве один и тот же условный человечек в разных позах, так что стоило нажать большим пальцем угол тетради и быстро пустить веером уголки страниц, как в мелькании возникала движущаяся картинка, размахивающая руками человечка, нечто вроде типичной мультипликации. Нарисованный человечек в течение нескольких секунд, в зависимости от толщины тетради, поднимал руки и дрыгал ногами. На углах самого толстого из всех гимназических учебников природоведения некоторые терпеливые гимназисты умудрялись даже изображать бокс или спиртельный прыжок с шеста в воду легендарного церкового артиста до царила. Не обращая внимания на человечка, Бунин перелистывал мою тетрадь, всю изрезанную по клеенке черного переплета якорями, сердцами и стрелами. Он останавливался на некоторых стихотворениях, несколько раз по себе перечитывая их, иногда делал короткие замечания по поводу какой-нибудь неточности или неграмотности, но все это коротко, не обидно, деловито. Когда он не разбирал моего почерка, он девал пенсное и спрашивал, какое это слово, и никак нельзя было понять, нравится ему стихи или не нравится. Через много лет после этого я слышал, как Станиславский сказал на репетиции растратчиков одному актеру, можете играть хорошо, можете играть плохо, играть как вам угодно, меня это не интересует, мне важно, чтобы вы играли верно. Думаю, тогда Бунин искал в моих стихах, где верно, остальное было безразлично. Дойдя до одного стихотворения, где я описывал «Осень на даче», ну ж, разумеется, на даче А.М. Фёдорова, Бунин не торопясь прочитал его в полголоса и остановился на последней строфе, где мною в поэтической форме была выражена та мысль, что поэт, он же и живописец, дело в том, что Фёдоров занимался также и живописью, написав «Натюрморт», глиняный кувшин с астрами, как бы спас эти последние цветы от смерти, дал им на своём полотне вечную жизнь или что-нибудь в этом роде, а в кувшине осенние цветы, их спас поэт от раннего ненастья, и вот они остатки красоты живут в мечтах утраченного счастья. Бунин поморщился, как разумной боли, «Вы, собственно, что здесь имели в виду?» спросил он, «По всей вероятности, мастерскую Митрофановича на втором этаже, где он пишет свой «Натюрморт», «Не так ли?» «В таком случае лучше бы написать «Так».» Бунин перечеркнул последнюю страфу карандашом, а на полях написал, «А на столе осенние цветы, их спас поэт в саду от ранней смерти». Он немного подумал, и затем решительно закончил, «Этюдники, помятые холсты и чья-то шляпа на мольберте». Я был поражен точностью, краткостью, вещественностью, с которой Бунин как бы тремя ударами кисти. Среди моих слепых общих строчек вдруг изобразил мастерскую своего друга Федорова, выбрав самые необходимые подробности, этюдники, холсты, шляпа, мольберты. Какой-то скупой словарь. С поразительной ясностью я увидел тяжелый, грубо сколоченный, запачканный красным мольберты, на нем небрежно повешенную бархатную шляпу с артистически заломанными полями по-тирольски вверх и в ней, что удивительно верно передавало весь характер Федорова с его изящным дилетантизмом и невинными покушениями на богемистость. Почему-то мне потом часто представлялось, что именно такую бархатную оливково цвета шляпу с полями загнутыми по-тирольски непременно носил известный в свое время критик и эстетик Юлий Айхенвальд, а может быть и Корней Чаковский. Правда, меня немного смотели помятые холсты. У художников редко бывают помятые холсты. Они или натянуты на подрамник или стоят в углу, свернутые в толстые трубы. Попробуйте-ка их смять. помятые холсты показывает, что даже у самых лучших поэтов иногда подаются проходные эпитеты, хотя на первый взгляд не точные, но в самой своей глубине неверные, поставленные по принципу «авось проскочит». У меня не проскочило, потому что я никак не мог увидеть помятые холсты, а видел их свернутые в трубы, тяжелые, промасленные, но это, между прочим. Из других стихотворений Бунин вскользь остановился на одном, где я описывал свидание со знакомой гимназисткой на закате осенью на сельском кладбище, что вполне соответствовало действительности и недавно происходило в селе Усатого хутора под Одессой, где я гасил товарища. Я следил за глазами Бунина, скользившими по моим строчкам. Пришли, задумались, на камень тихо сели, мечтательно звенел хрустальный хор сверчков, качались по ветру, сухие мортели, среди надгробных плит и каменных крестов и так далее. А дальше в моих стихах было так, и грустно стало мне и как-то одиноко, но лишь на миг, ведь ты была со мной, а в синеве небес уже стоял высоко, двурогий месяц ледяной. Бунин несколько задержался на этом стихотворении, как бы вместе со мной, переживаясь сиденье на холодной ракушниковой плите сельского кладбища при свете ледяного месяца, серебрившего вокруг нас слюдяные цветы и мортелей, а затем наверху страницы поставил моим обгрызенным карандашом птичку, видимо, означавшую, что стихи ничего себе, во всяком случае, верны. Таких стихотворений, отмеченных птичкой, на всю тетрадку оказалось всего два. Я приуныл, считая, что навсегда провалился в глазах Бунина, и хорошего поэта из меня не выйдет, тем более, что на прощание он не сказал мне ничего обнадеживающего. Так, обычные замечания равнодушного человека. Ничего, пишите, наблюдайте природу, поэзия — это ежедневный труд. Мысли о ежедневном труде Бунин несколько развил. писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по несколько часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет подобное колодцу, откуда долгое время не берут воду. О чем писать? О чем угодно? Если у вас в данное время нет никакой темы и идей, то пишите просто обо всем, что увидите. Лежит собака с высунутым языком, сказал он, посмотрев в окно. Опишите собаку, одно, два, четырясишек, но точно достоверно, чтобы собака была именно она, эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево, море, скамейку, найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущие к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип, звон не звон, шорох не шорох, что другое, галечное, требующее единственного необходимого верного слова. Например, опишите полувьющийся куст этих красных цветов, которые тянут через блюстраду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем. очень типичное растение для большевонтанской дачи лею или месяца, для знойного полудня, когда в саду пусто, потому что все ушли купаться, и с берега долетают резкие восклицания и виску пальщицы. Я был весь без остатка поглощен рассматриванием спелого красного цветка, тронутого первыми признаками разложения. Пожелтевшие зубчики преградили путь осы в темно-красную середину агонизирующего цветка, где как бы горел угрюмый огонь войны, грядущие революции, приближение, которых было вне еще моего сознания. Другой цветок был уже мертв, и по его мертвой плоти ползли маленькие рыжие муравьи, поднимавшись от цепочки, погиб в своей балясине блюстрады. А снова вижу этих маленьких хрупких муравьев, и они мне кажутся теми же самыми. А может быть, они и есть те же самые. Вечные, бессмысленные, такие хрупкие и недуговечные муравьи, инстинктивно ищущие в громадном непознаваемом мире тело разлагающегося цветка. Но как он называется, теперь я знаю, но тогда я еще не знал. Я заметил, что человека втрое больше мучает вид предмета, если он не знает его названия. Давать имя окружающим вещам, быть может, это одно и отличает человека от другого существа. Но у меня нет такого запаса слов, чтобы назвать миллионы существ, понятий, вещей, окружающих меня. Это мучит. Но еще большее мучение невероятно испытывает вещи и шон на имени. Ее существование неполноценно. Сонмы неназванных предметов терзаются вокруг меня, и в свою очередь терзают меня самого страшным сознанием, того, что я не бог, не имеющий имен вещи, и понятия стоят в стеклянных шкафах вечности, как новенькие золоченые фигуры еще не уплатившихся буд в темных пределах храма среди каменных раскаленных дворов под выгревшим небом Монголии, которые как бы дышат жертвенным дымом сожженных степных растений, сонным ароматом желтого мака, шалфея, полыни, тысячелетней черепицы китайских крыш дворца Богдога Гена с колокольчика. Будды похожи друг на друга и лишены индивидуальности, их позолота свежа, их длинные улыбки, не выражают никакой идеи, а они ждут своего воплощения. Это может произойти лишь тогда, когда в мире появится какое-нибудь совершенно новое понятие, требующее пластического выражения. Тогда бритоголовые ламы, похожие на римских сенаторов в красных туниках и канарично-желтых тогах, не в сандалиях, а в монгольских сапогах, вынимают из стенного шкафа одного из безымянных бут, дают ему имя и переносят в храм, где среди дымотлеющих палочек, возгласов, вертящих самолитвенных барабанов, красивых шкаладных конфет и крабдышиновых ритуальных платков они становятся наконец богом. Красный буддийский цвет, золотой джаз, жертвоприношение. Наконец опишите воробья, сказал Бунин. Я знаю, вы пришли в отчаяние от того, что все уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем, новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрепаны, размеры можно перечесть по пальцам, так что в конечном итоге сделать с поэтом невозможно. В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия, но это, милостивый, государь, вздор. Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы, этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать. Но я уж и без того дышал легко, жадно, новыми глазами, рассматривая все, что меня окружало. тщательно описав воробья, я стал описывать девочку. Она была не птица и не цветок, для ее изображения было мало написать, что ей тринадцать лет, что у нее короткая юбочка, очевидно перешита из каких-то домашних лохмотев, до черно загоревшие худые ноги, до колен прикрытые перловой крупой, еще не успевшую высохнуть морского песка. Голландка с сильно выльнившим синим ротником, открывавшим острые ключицы и коротко остриженная и сине-черная кудрявая, я бы сказал, греческая головка, которую с первого же взгляда хотелось сравнить с ежевикой. Проходя мимо гипсовых вас, были устрады, она посмотрела на меня, и я увидел худое, темно-оливковое лицо с узкими глазами, в которых как бы таинственно блестела лунная ночь. Она презрительно поджалась сизой от купания губы, передернула плечиками и скрылась из виду униженной своей явной бедностью, даже нищетой и вместе с тем злая, независимо гордая, как маленькая голодная царица. Это ж была непревосходно найденная деталь летнего приморского полудня, повод для словесной живописи, урок поэзии. всей душой я вдруг почувствовал в ней не просто девочку, а трагическую героиню какого-то подлинного, а не выдуманного, назревающего будущего романа. Чудо мгновенного превращения пейзажа в эпос трагедия. Я знал, что мы еще когда-нибудь с ней встретимся. Несколько дней потом бегал я по знакомым, рассказывая о своем визите к Бунину. Почти ни на кого мой рассказ не произвел как-нибудь заметного впечатления. Повторяю, мой Бунин был малоизвестен. Только мои товарищи, молодые поэты, число которых я уж в то время как бы официально принадлежал, заинтересовались своим рассказом. Правда, большинство из них совсем не признавало Бунина как поэта, что приводило меня в отчаяние даже в какую-то детскую ярость. Но все трепетали перед ним как почетным академиком. И узнав, что Бунин, известный своей беспощадной строгостью из пятнадцати моих стихотворений два удостоил поощрительной птички, сначала не хотели этому верить, а потом уверившись, да кроме того собственными глазами увидев присчиненную Буниным шляпу на Мольберте, прониклись ко мне некоторым интересам, хотя и откровенно пожимали плечами. Они меня тоже не признавали. Вообще в то время никто никого не признавал. Это было признаком хорошего литературного тона. Так, впрочем, и теперь. Я стал в некотором роде знаменитостью, а мою тетрадку с бунинскими строчками того захватали пальцами, что я принужден был показывать ее издали, не давая в руки. У меня кружилась голова от славы. Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столько прекрасно. Я безустро сочинял стихи, описывая все, что меня окружало. Я понял, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще всего было именно то, что никак не считалось поэзией. Мне не надо было ее разыскивать, откуда-то выковыривать. Она была тут, рядом, вся на виду. Она сразу попадала в руку. Стоило лишь внутренне ощутить ее поэзии. И это внутреннее ощущение жизни, как поэзии, теперь безраздельно владело мною. Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой вечное присутствие поэзии в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут превратиться в произведения искусства, столь только внимательно в них всмотреться. Сколько раз до сих пор я видел обыкновенного уличного шарманщика, а только теперь, взглянув на него глазами Бунина, понял, что и шарманщик поэзии, и в обезьянка поэзии, и дорога от Одессы на фонтан тоже поэзии. А грады дач еще в живом узоре в тени акации солнце из-за дач глядит в листву в аллеях блещет море день будет долг светел и горячим будет сонно сонно черепицы стеклом светиться будут промехнет велосипед бесшумным махом птицы да прогремит в немецкой фуре лед оказывается все это чистейшая поэзия но конечно лишь в том случае если удастся открыть самую душу вещи или явления например душу велосипеда который промелькнет бесшумным махом птицы этот бесшумный мах в котором все же присутствовал шорашин буквально сводил меня с ума своей дьявольской точности а главное что в нем скрывалось как бы еще одно слово не написанное но подразумевающиеся спицей с их никелевым блеском и маленькими молниями солнечных отражений речо написанное и нахожу что хотя в нем все как будто верно да не совсем слишком упрощенно получаюсь я молодой человек того времени ведь именно об этом времени впоследствии Александр Блок написал в предисловии к возмездию интересно и небесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения потому что нам счастливейшим или несчастливейшим детям своего века приходится помнить всю свою жизнь все годы наши резко окрашены для нас и увы забыть их нельзя они окрашены слишком неизгладимо так что каждая цифра кажется написанной кровью мы не можем забыть этих цифр они написаны на наших собственных лицах книга которую я сейчас пишу есть в какой-то мере история собственного произведения точнее одного из моих произведений романа ангел смерти который я мечтал написать всю свою жизнь но так и не написал и он и всегда остался лишь моей мечтой книга мечты я младший современник блока что не могло помешать не ощущать время так же как ощущал его блок 1910 год писал блок это кризис символизма о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов так и в противоположном в этом году явственно дали о себе знать направления которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг другу акмеизм эгофутуризм и первые начатки футуризма тем чем для блока был десятый год тем для нас молодых провинциалов были 1913 и 1914 годы когда наконец и до Одессы дошли эти самые первые начатки футуризма странные книжки напечатаны на толстой чуть не оберточной бумаге со щепочками непривычным шрифтом со странными названиями по щечино общественному вкусу дохлая луна даже засахаренная икры непонятными стихами и чудовищными фамилиями поэтов-футуристов как будто нарочно придуманными для того чтобы дразнить читателей мы прятали эти сборники под партами вместе с крамольным сатириконом и неприличными похождениями какой-то Эльзы Гавронской в которых все было абсолютно прилично даже тошнотворно скучно но все равно гимназическое начальство считало что это порнография среди совершенно непонятных для меня стихов напечатанных в кривь и в кость даже кажется кое-где верх ногами которые воспринимались как дерзкая мистификация или даже какой-то страшный протест дыр болщил убищур мне попался на глазах футуристический сборник садок судей твердая квадратная книжка в обложке из цветных обоев напечатанная на толстой синей бумаге почти картоне где я нашел строчки в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей и вдруг я воспитанный на классиках уже слегка прикоснувшийся к волшебному реализму Бунина прочитав эти футуристические строчки увидел поразительно яркое изображение порта и услышал так хорошо мне знакомый пароходный гудок столь низкого басового тона и столь пронзительно свистящей силы что едва он начинал гудеть как избран спойта выпуская струю прозрачно раскаленного пара которая лишь через некоторое время превращалась над головой в плотное облако моросящие теплым дождиком на головы и лицу пассажиров которые в ужасе затыкали пальцами и уши и развивали рты для того чтобы спасти свои барабанные перепонки как в мире воцарялась тишина поэтому пароход пароходный гудок всегда ассоциировался с внезапно наступившим на рейде безмолвием с всеобщей подавляющей глухотой я понял что оглохшие пароходы были вовсе не футуристическим изыском а паразитно верным реалистическим изображением инверсии по тому времени свершенно новым приемом поэтическим открытием заключавшимся в том что ощущение глухоты переносилось с человека на вещи пароходы превращались в живые существа в железных женщин с серегами и корей во глухших ушах что же касается любви и похоти в последующей редакции которые они со страшным воем лилии своих якобы медных труп то это было совершенно гениальное наблюдение поэта проникшего в самые глубины подсознательного пароходный гудок ревел и впрямь вызывая нечто похожее на половое чувство от которого как бы содрогался рейд со всеми своими таможенными катерами буксирами баржами тузиками флагами белым маяком чьи отражения рвалось на мелкие клочки как разорванное письмо в голубом зеркале акватории как бы разорванном в клочья чайками предчувствием знойной приморской ночи я даже не запомнил фамилии футуриста написавшего эти строчки но картина порта созданная его могучим воображением навсегда врезалась в память где-то рядом с поплавком бунинской чайки в ожидании нового свидания с бунином я в сотый раз перебирал подробности того незабвенного дня когда он делал карандашом пометки в моей тетрадке и советовал побольше читать книг по истории народов населяющих земной шар он говорил что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации быт нравы природу разных стран их религии верования народные песни сказания саги которыми как меня это увы ни малейшей мере не волновало хотя я и сделал вид что восхищен мудрым советом и сложным жаром стал записывать название книг которые он мне диктовал я бы предпочел прочесть нечто такое что сразу же без особых хлопот научила мне писать прекрасные стихи и сделала знаменитым поэтом разочаровал меня также настоятельный совет Бунина не стараться чтобы ты не стала печататься а немного повременеть не торопиться так все придет в свое время тут Бунин с сухой полуулыбкой заметил впрочем я не сомневаюсь что вы меня все равно не послушаетесь будьте рассылать свои стихи во все редакции лишь бы увидеть их а главное имя свое напечатанными я сам все это испытал на себе и теперь очень жалею что напечатал много слабого поймите милостивый государь что мне ничего не стоит дать вам свою визитную карточку и вас напечатают в любом толстом журнале неужели даже Боже в современном мире подумал я ну лучше не надо подождите о как мне хотелось рвануться к нему со стоном пожалуйста Иван Алексеевич порекомендуйте мои стихи дайте дайте мне вашу визитную карточку ну что вам стоит вы же сами говорите что ничего не стоит но с лживой покорностью я поддакивал понимаю да да конечно вы совершенно право лучше подождать он посмотрел на меня саркастически а сами небось сегодня же побежите своими стишками в одесский листок знаю я вас молодых поэтов не обманете сам был таким потом применив разговор очень серьезно с глубоким убеждением сказал вам конечно хочется как можно скорее узнать от меня все тайны творчества не знаю в состоянии ли я вам в этом помочь однако запомните следующее во-первых и это самое главное нужно преодолеть в себе отвращение к листу чистой бумаги которую испытывает почти каждый настоящий писатель и писать каждый день регулярно не дожидаясь вдохновения настроения и то подобное писать как ходить на службу или в гимназию теперь я лихорадочно ожидал нового свидания с Бониным но как раз в это время началась война он уехал лишь спустя четыре года я увидел его вновь столкнувшись с ним на тех неудобных ступеньках винтовой лестницы которые вели немного вниз в контору одесского листка где я помните получал гонорар за напечатанные стихи он стоял передо мной по-прежнему сухой желчный столичный недоступный мой прежний Ив Бунин о котором я все эти годы даже на артиллерийском наблюдательном пункте не переставал думать который как бы стал постоянным контрольным органом моего художественного сознания и отступя на шаг молчаливо рассматривал меня во всех подробностях будто собирался тут же не сходя с места описать вы меня узнали спросил я он ничего не ответил даже показалось не услышал моего вопроса и продолжал рассматривать я бы даже не побоялся сказать читать меня делая иногда как бы мысленные пометки офицер георгиевский кавалер демобилизован вырос возмужал он покатился на мою правую ногу которая еще не слишком твердо стояла на ступеньке ранен но кость не задета я по своему обыкновению закашлялся от смущения он тут же но остыл уши прислушиваясь к моему хрипловатому гораздо более глубокому чем раньше жесткому кашлю газы полуспросил он фасген и протянул мне свою такую знакомую сухую руку с дружелюбно и откровенно открытой ладонью здравствуйте валя сказал он как мне показалось любуюсь мною молодой поэт валентин катаев давно давно ли вы в одессе я задал этот вопрос от смущения так как уже знал о его бегстве из большевистской Москвы в Одессу где на днях он напечатал несколько новых еще неизвестных мне стихотворений из которых одно представляло описание какого-то по-видимому московского поэтического вечера и какой-то неизвестной мне поэтессы большая муфта бледная щека затем сколько помнится эта поэтесса томно говорил Кузьмин прочтите новый триолет и все это маленькое стихотворение заканчивалось короткой строчкой скучна беспола и распутна здесь был весь Бунин с его точностью лаконизмом желчностью и ненавистью к дилетанскому искусству я заметил что поэт Кузьмин кажется никогда не писал триолетов Бунин сказал что не имел в виду Михаила Кузьмина взял первую попавшую с фамилией если хотите могу переделать его в каком-нибудь другого из другого же стихотворения запомнилось два кусочка первый где ты теперь дивуешься ль волнам зеленого бескайского залива меж белых платьев и панам и последний скажи поклоны князю и княгине целую руку детскую твою за ту любовь которую отныне ни от кого я не таю впоследствии я уже ни в одном сборнике не встречал этих стихов но думаю если порыться в одесских газетах журналах того времени то эти стихи найдутся стихотворение напечатано в собрании с чинений Бунина в девяти домах том восьмой 1967 год страница 29 это был какой-то новый для меня пугающий Бунин почти эмигрант или пожалуй уж вполне эмигрант полностью его всей глубине ощутивший крушение гибель прежней России распад всех связей лишь человек понявший до конца что жизнь кончена мог написать публично и печатно объявив о своей тайной нежной может быть даже преступной любви которой отныне ни от кого я не таю почему отныне почему не таю потому что отныне ничего не будет все кончено он остался в России охваченной страшной для него беспощадной революцией она княжна уже где-то далеко во Франции на берегу зеленого бескальского залива между белых платьев и по нам и по тому месту передай это изысканное великосветское скажи скажи поклоны князю и княгине в этих стихах я ощутил тогда нечто трагическое отчаяние ужас покорность такие стихи могли быть написаны в ночь перед казнью и по и по Субтитры создавал DimaTorzok Мы спустились по Ланжероновской мимо городского театра, мимо газона с гербом города Одессы, составленного из высаженных здесь цветов. Миновали античный портик исторического музея, городскую думу, знаменитую чугунную пушку на ступенчатом деревянном лафете. Затем, не торопясь, пошли по Николаевскому бульвару до памятника Пушкину по направлению памятника Дюхударыш Илье с чугунной бомбой в цоколе и рукой, протянутой в морскую даль, в свободную стихию. Дворец возле лондонской гостиницы был занят немецким штабом. На подъезде стояли парные часовые в глубоких серо-стальных касках. Высоко поперёк бульвара висела резко жёлтая, я бы сказал, осина жёлтого цвета полотнища с резко чёрной готической немецкой надписью, и Бунин, приостановившись, прочёл своими дальнозоркими глазами орла. «Автомобилен Лангзамфарен», что означало приказание автомобилям ехать медленно. Два или три австрийских офицера с саблями в никелированных ножнах стояли возле штаба, читая выставленные в рамках под сетками пространные машинописные оперативные сводки за подписью фельдмаршала Людендорфа, размноженной на ротаторе. «Было странно мне, русскому офицеру, георгиевскому кавалеру, идти по русскому городу, занятому неприятельской армией, рядом с русским академиком, знаменитым писателем, который добровольно бежал сюда из Советской России, поддавшись общей панике и, спасаясь неизвестно от чего, на оккупированном юге, какой-то выдуманной немцами украинской державе, которая провела никому неизвестный для сих пор Гетман Скоропадский, личность почти опередочная, генерал или, может быть, даже полковник бывшей царской армии. — Когда же это мы с вами виделись в последний раз? — спросил Бунин. — В июле 14-го. — Юле 14-го, — задумчиво сказал он. — Четыре года. Война, революция, целая вечность. Тогда я к вам приехал на дачу, но вас уж не застал. Да, я уехал в Москву на другой же день после объявления войны. С большим трудом выбрался. Все было забито воинскими эшелонами. Опасался Румынии, турецкого флота. Мы помолчали. Я увидел знойный июльский день. Сухой, сильный степной ветер нес через Куликово поле тучи черной пыли, клочья прессованного сена, сдирал хвосты лошадям, согнанным суда из окрестных худоров по конской мобилизации. Небо с зловещим металлическим оттенком и кровавый закат над городом навсегда для меня связанной со стихами. Вечернюю, вечернюю, вечернюю. Италия, Германия, Австрия. И на площадь мрачно очерченную чернию багровой крови пролила струя. И с другими еще были страшными. Мама и убитые немцами вечер. Ах, закройте, закройте глаза газет. Их бесстрашно написал в дни патриотического угара все тот же молодой футурист, автор так восхитившего меня некодость скворения порт. Я уже знал его имя. Владимир Маяковский. Звонок. Что вы, мама, белая, белая, как на гробе глазет. Оставьте о нем это, об убитом, телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет. Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну. Но разве мог об этом знать Бунин? При нем я боялся даже произнести кощунственную фамилию Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии, я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово Бунин. Они оба взаимно исключали друг друга. Однако они оба стоят рядом в моей памяти, и ничего с этим не поделаешь. Бунин быстро шел, выставив вперед бородку и, вертя жилистой шеей, зорко осматривался по сторонам, как бы желая крепко-накрепко запомнить, а тем точнейшим образом где-нибудь описать все, что было вокруг. Пятнистые фисташковые стволы из столетних платанов, замерзший порт внизу под бульваром, длинный штабной немецкий автомобиль «Бенц» серо-стального цвета, поворачивающий по асфальту за угол мимо постового обыкновенного русского солдата с круглой чиновничьей кокарточкой на фуражке, украшенной каким-то странным трезубцем, что должно быть обозначать принадлежность солдата к так называемой «державной варти» Гетмана Скоропадского. Полосатый тент и хорошо знакомых фруктовых магазинчиков на Екатеринской площади, где лубяные корзиночки с первой клубникой, крупной и сухой, и почти черной или бледно-розовой черешни в зеркальных ягодах, который отражался в почти летнее солнце. В решительно сжатых челюстях и напряженно собранном лице своего учителя я угадывал хорошо скрытые смущения, даже растерянности. Я узнал, что он приехал с женой, остановился в городе у художника Буковецкого, но на днях переезжает на дачу, куда пригласил меня наведаться. Так началось мое двухлетнее общение с Буниным, до того дня, когда он окончательно и навсегда покинул родину. Опять дача за шестнадцатой станцией. В этот раз не дача Ковалевского, где я впервые увидел его, а другая. Не доезжая до Ковалевской по правую руку от ромайной линии, более степная, чем Приморская. Такая же типичная большевонтанская дача. Ракушниковый дом под черепицей, с ночной красавицей на клумбе, с розами, персидской и сиренью, и туями, сухими, пыльными, почти черными, с голубенькими, с кипидарными систыми шишечками, на слоисто-кружевных ветках, в глубине которых всегда мутно белела паутина, с открытой верандой, так густо, заросшей диким виноградом, потому что, когда вы после сияния и знойного степного дня входите по горячим каменным ступеням на эту террасу, то вас сперва ослепляет темнота. А потом в золотистом сумраке вырисовывается обеденный стол, покрытый цветной клеенкой, с телесно-розовыми разводами пролитого какао, по которым ползают осы. Примерно на такой же веранде я впервые увидел жену Бунина, Веру Николаевну Муромцеву, молодую, красивую женщину, не даму, а именно женщину, высокую, с лицом камеи, гладко-причесанную блондинку, со злом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, вернее, голубоокую, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из той интеллигентной профессорской среды, которая казалась мне всегда еще более недосягаемой, чем, например, толстый журнал с кирпичной обложкой, со славянской вязью названия «Вестник Европы», выходивший под редакцией профессора с многочисленной, как бы, чрезвычайно научной фамилией Овсяна Куликовский. Отвлеченно я понимал, что Вера Николаевна красива, но она была не в моем вкусе. Крупные ноги в туфлях, на пуговицах, длинноватый нос античной богини Деметры, например, добродетельно, а, главное, жена Бунина, кажется, даже не венчная, а на московский либеральный лад гражданская, о чем в своей автобиографической заметке Бунин уже, кажется, женатый. Раньше писал, что с такого-то года жизнь со мной делит В.Н. Муромцева. Она была родной племянницей председателя Первой Государственной Думы, крупнейшего буржуазного политического деятеля кадетской Москвы Муромцева, вдохновителя и организатора знаменитого выборгского воззвания. Теперь они, Бунин и Вера Николаевна, бежав от большевиков, как тогда выражались, из Совдепии, сидели на даче вместе с другими московскими беженцами, дожидаясь того времени, когда советская лазь, наконец, лопнет, и можно будет вернуться во своясь. Я стал у них настолько частым гостем, что Бунин, не стесняясь меня, бывало, ссорился с Вероникой Лавной на московский лад. «Вера, ты сущая дура!» раздраженно кричал Бунин. А она, глядя на своего повелителя, покорно влюбленными голубыми глазами ангела, говорила со стоном, «Йоанн, умоляю, не будь таким нестерпимо грубым!» Она сплетала и расплетала длинные голубоватые пальцы. «Не безумствуй, что подумает о нас молодой поэт, ему может показаться, что ты меня не уважаешь!» Помню, меня чрезвычайно удивил это манерный Иоанн, применительно к Бунину. Но скоро я понял, что это вполне в духе Москвы того времени, где было весьма в моде увлечений русской стариной. Называть своего мужа вместо Иоанн Иоанн вполне соответствовал московскому стилю и, может быть, отчасти на Миколова Иоанна Грозного с его сухим желчным лицом, бородкой, семью жёными и по-царски прищуренными соколиными глазами. Во всяком случае, было очевидно, что Вера Николаевна испытывала перед своим повелителем, в общем, совсем не похожим на Иоанна Грозного, влюблённый трепет, может быть, даже преклонение верноподданной. До этой древней русской моды она, кажется, называла Бунина на польский манер «Ян». Я приносил учителю всё новые и новые стихи и рассказы. «Обрати внимание, Вера», говорил Бунин, держа в руке мои сочинения и кивая на меня головой, «как и все начинающие, он воображает, что литература принесёт ему славу, деньги и роскошную жизнь». «Признайтесь, милости вздарь», обращался он уже прямо ко мне, «что вы мечтаете о своих портретах в журналах и газетах, похвальных отзывах в прессе, подумайте о собственной даче в Финляндии, о текущем счёте, в Лионском кредите, о красавице-жене, в автомобиле, обрати внимание, Вера, как он покраснел. Сейчас будет врать, что ничего этого не желает, а желает только одного, чистого искусства». «Так вот, что я вам скажу, милостивый государь, не воображайте, что все знаменитые писатели непременно богаты. Прежде чем добиться более или менее обеспеченного, весьма скромного, весьма скромного существования, почти все они испытывают ужасающую бедность, почти нищенствуют. Не верите? Так вот, скажите вы мне, как вы себе представляете, например, Куприна? Знаменитые писатели, не так ли, всюду издаётся, имеет громадное имя, кумир, читающий публики, согласны? «О, конечно!» «Так вот, позвольте вам сказать, что у этого знаменитого писателя Куприна случались в жизни месяцы, когда в кармане не было трёх копеек, и не в переносном смысле, а в самом буквальном, трёх медных копеек». Будин так выразительно произнес эти слова, что я как бы воочию увидел на его протянутой ко мне ладони медную монету с почерневшим орлом, царские три копейки, которые тогда уж исчезали из обращения, как, впрочем, и вся царская разменная монета, заменённая почтовыми марками, синими десятикопеечными и зелёными двадцатикопеечными, и странными бумажными жёлтыми полтинниками, выпущенными Одесской городской управой с гербом города в виде геральдического щита с чёрным якорем, так что в портмоне вместо мелочи носили эти потёртые бумажки. Бунин уносил мои руки все к себе в комнату, а затем, через некоторое время, возвращался с ними обратно на террасу, говоря, «Ну что ж, продолжайте, кое-что есть, но надо работать и работать, или что-нибудь подобное». Дома я внимательно изучал следы, оставленные его карандашом или ногтем, лёгкие подчёркивания, но то бене, галочки, птички, восклицательные знаки, и ломал себе голову над их значением. Здесь прошёлся загадки, таинственный ноготь, с нетерпением, доводящий меня почти до подлинного безумия, ждал я следующего свидания. Утром нельзя было являться, так он работал. Я приезжал из города после обеда перед вечером, а иногда, если у меня не было марок на трамвай, то приходил пешком, отмахав по пыльной, больше фонтанской дороге, верст 15 вдоль дач, маяков в станции, время от времени останавливаясь и любуясь открытым морем, избило снежными барашками волн, откуда задул такой чистый, такой широкий ветер. А солнце садилось в степи, и тени моих шагающих ног в сапогах и галифея, длинные, как будто я шёл на ходулях, достигали обрыва, с бахромой полы не покаю, и там ломались, так что тень моего туловища с головой в измятой фронтовой фуражке как бы проваливалась в пропасть и летала в ней, подобно астральному телу, лишь иногда материализуясь в виде маленького, отчётливого силуэта, скользящего по прибрежной гальке лишь по мутно-зелёной волне, свёрнутой, как туго плавкая стеклянная труба, вдруг разлетающаяся в дребезги среди скал. С упорством маньяка, я думал о Бунине, о его новых стихах и прозе, привезённых из Советской России и из таинственной революционной Москвы. Был какой-то другой, ещё неизвестный мне Бунин, новый, совсем не тот, которого я знал вдоль и поперёк по его собранию с чинением, вышедшему приложением к Ниве во время войны, в жёлтых обложках с красивой виньеткой, составленной из множества падающих листьев. Он всё ещё, видимо, воспринимался, как певец осеннего увидания, автора «Листопада», которым я не уставал восхищаться. Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, весёлый, пёструю стеной, стоит над светлую поляной. Это совсем небольшая, а писательная поэма, подобно тому, как Евгений Онегин считался энциклопедией русской жизни, казалось мне, энциклопедией осенних картин всей русской поэзии, от Державина до Фета и Полонского. Ведь, может, здесь и не было ничего нового, но «Листопад», как бы блестяще, исчерпывающе завершал целую поэтическую эпоху. Каждый его стих вызывал ряд дорогих для всякого русского человека ассоциаций. И осень тихою вдовой вступает в пёстрый терем свой. И месяц медленно встаёт, все тени сделал он короче, прозрачный дым навёл на лес, и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес. На этом месте мне всегда приходила на память Пушкинская, как привидение, за рощью сосновой луна туманная взошла. Строки «Трубят рога» в полях далёких, звенитых медный перелив, вызывали в воображении графа Нулина. Всё же было оригинальное, чисто бунинское, и в горностаевом шугай, и умывши бледное лицо. Последний день в лесу встречая, выходит осень на кольцо. Затем великолепное завершение. И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталём, и серебром, а в ночь меж белых их разводов взойдут огни небесных сводов, заблещет звёздный щит стажар в тот час, когда среди молчания морозный светится пожар, рассвет полярного сияния. Было нечто многозначительное в том, что слово «осень» писалось с большой буквы, как имя собственное. Тогда мне это чрезвычайно нравилось. Теперь же представляется манерным. Но всё равно стихи были прекрасны. В первых своих книгах Бунин ещё находился в плену традиционно-однороднических представлений о своей родине, как о стране нищей, смиренной, убогой. «Я не люблю Русь твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты, но этот крест, но этот ковшик белый смиренной родимой черты». Его ещё тогда умиляла нищая Россия, как умиляла она и другого поэта, его современника. «Россия, нищая Россия, в ней избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первой любви». Теперь же в последней книжке Бунина, изданной в России, в десятом томе собрания его сочинения, ещё неизвестном у нас Петроградского издательства «Парус», 1918 год, я прочёл стихотворение «Архистротик», где Русь представлялась Бунина уже совсем-совсем другой. «Архистротик средневековый, написанный века тому назад, на церковке одноголовый, был тонконок, весь в стали и крылат. Кто знал его? Но вот совсем недавно открыт, и он по прихоти тщеславной столичных мод, в журнале, дорогом, изображён на диво, и о нём теперь толкуют мистики, эстеты, богоискатели, девицы и поэты, их сытые и болтливые уста, пророчат Русь и быть архистротигом, кощунствуют о рубище Христа, и умиляются по книгам, как Русь смиренно и проста». Эти стихи Бунин написал, кажется, в 16-м году, пророчески ощущая приближение страшной для него революции, с которой не мог примириться до самой своей смерти. Потом уже в эмиграции, в конце жизни, Бунин вычеркнул мистиков, богоискателей, поэтов, эстетов, вычеркнул их сытые, болтливые уста, но я не признаю этой самой цензуры. Что написано, написано. Слово не воробей. Так некогда передо мной открылся новый Бунин, как бы выходец из потустороннего, древнерусского мира, жестокого, фантастичного, ни на что не похожего, и вместе с тем, глубоко родного, национального, мира наших пращуров, создававших Русь по своему образу и подобию, со всеми его чудовищным смешением, языческого и христианского, древнеславянского и угрофинского, варяжского, византийского, татарского, жестокого, кровавого, гениально самобытного царства, нисколько не похожего и на ту древнюю Русь, какую мы привыкли себе представлять, читая в младших классах школы жалкий, тоненький учебник русской истории. Достаточно перечислить лишь названия бунинских стихов. Орда, Шестикрылый, Скоморохи, Казань, Чернец, Матфей Прозорливый, чтобы понять, что делалось тогда, в то время, в душе Бунина. Олел ты в зареве батыя, и потемнел твой жуткий взор, ты крылья рыжие золотые в священном трепете простер, узрел ты грозного юрода, монашеский стертый шлык, и навсегда в изгибах свода застыл твой большеглазый лик. До сих пор меня тягостно волнуют косноязычные строчки Бунина того периода. Бысть некая зима всех зим иных людей шапачи. Все лицо его тугое смехом сморщилось, корешки зубов из рота зачернелись, туманно утро красное, туманно, точите нож, мочите солью кнут, давай, мужик, лицо умыть, сапог обудь, кафтан надеть, веди меня, вали под нож в единый мах, не то держи, с зубами всех заем не оторвут. Князь, все слав железы был закован, ведь мой хлад в моей пещере, одежды ветхи, сплю в гробу, о, Боже, дай опору вери и укрепи имя на борьбу. Если стихи поэта есть некоторое подобие его души, это несомненно так, в том случае, конечно, что поэт подлинный, то душа моего Бунина, того Бунина, которому я шагал вдоль большевонтанного берега, корчила свадском пламени, и если Бунин не стонал, то лишь потому, что все-таки еще надеялся на близкий конец революции. Между тем жизнь зашла своим чередом и временами даже начинало казаться, что ничего особенного не произошло. Просто люди, по примеру, прошлых годов приехали на юг провести лето на Одесском побережье не беженцы, не эмигранты, а обыкновенные дачники со всеми своими синими эмалированными кастрюльками, керосинками грец, купальными чапочками, велосипедами, сандалиями скороход, крокетом. Быть может, их, этих дачников, было гораздо больше, чем обычно, но это не вызывало особой тревоги. Просто удачное лето, хорошая погода и, как писалось в Одесском листке, большой наплыв дачников, курортный сезон в разгаре, так что одну дачу занимали две или даже три приезжие семьи. Бунина, например, делили дачу с одной богатой толстой дамой, писательницей, так что впервые напечатавшиеся вестники Европы, чтобы тому времени было равносильно на вхождение в большую литературу. Дама охотно потеснилась со всем своим семейством, маленькой, пухленькой дочкой, ничем не замечательным, но вполне корректным, самостоятельным чиновником-мужем, и уступила две комнаты с верандой Бунину, слава которого за последний год заметно выросла. Он был не только поэтом одиночества, певцом русской деревни и оскудения дворянства, но также автором поразительных поселинов из нерассказов господина Сан-Франциско, Сны Чанга, Лёгкое Дыхание, которые сразу же сделали его едва ли не первым русским прозаиком. Даже молодые мои друзья, молодые, не очень молодые одесские поэты, в один прекрасный день, как по команде признали его непререкаемым авторитетом, не выдала своим предложениям сочинение Бунина, что сразу же сделало его классиком. Бунин имел и дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке-апаши, прусиновых туфлях. Бунин был дачник столичный, изысканно интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках, в просторной хорошо выглаженной холщовой рубахе с отложным ротником, со сложным вдвоестальным пенсне в маленьком наружном карманчике, под поясной непошлым шелковым шнуром с потрепанными кистями, как, например, у моего папы, и обрастым, но тоже, видать, очень дешевым кожаным поясом, за который иногда он несколько толстовски засовывал руки. Шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекал, и то вдруг надевал превосходнейшую, настоящую Панаму, привезенную из дальних стран, или полотняный картуз исчезла те, которые летом носили Фет, Полонский, и, может быть, даже и сам Лев Толстой. Вижу большое общество на дачной веранде. В сущности не вижу, но заставляю себя увидеть, как бы шарив по тьмах вокруг таинственного механизма памяти, и наугад касаясь грубыми пальцами самых его скровенных узлов. Все эти люди беженцы из Советской России, именитые адвокаты, врачи, литераторы, даже сам академик Овсяника Куликовский, знаменитый автор психологии и творчества, статья Тургеневи, редактор того самого недосягаемого почтеннейшего вестника Европы, где совсем недавно был напечатан рассказ толстой дамы, выступившей полдачей бульным. И она уж как следует полностью вошла в русскую литературу и чувствовала себя в ней прекрасно. Я, например, еще не вошел, она уже вошла. Она была не только толстая, она была мощная, могучая, щекастая, с круглыми мускулами по сторонам небольшого ротика, с твердым яблочком подбородка, черноволосая, чернобровая, с калеными щеками, властная и в то же время так мило, чистая, по-женски, млеющая между двумя знаменитыми академиками. Нет, никогда еще в Одессе не съезжалось такое блестящее общество. Правда, беженцы, политические эмигранты, отщепенцы, но все-таки. Но, впрочем, кто знает, кто знает. Бунин в прекрасном несколько саркастическом настроении. Он искусно смотрит на могучую даму, как бы прислушиваясь к шелкому треску ее кросета. Может быть, он собирается тут же, не сходя с места, ее писать. Но описать не вообще одним штрихом. сразу видно, что он ищет этот единственный совершенно точный штрих. И я вместе с тем понимаю, что он втайне дает мне литературный урок. Затем, по его лицу, я вижу, что он нашел необходимый штрих, и что его находка драгоценна и единственна. Он делает рукой легкий жест, будто бы издали проводит вокруг лица толстые дамы магический музыкальный овал. Все замирают, рождая, что он скажет. Такс, говорит он, делая указательным пальцем в воображаемом овале две запятушки кончиками вверх в разные стороны. Вам, Елена, сильно не хватает маленьких черных усиков, и вы вылитый Петр Великий. И вдруг мы все увидели лицо Петра. Дама багрова краснеет, не зная, как отнестись к этому сравнению. С одной стороны, на его яйце найдено нечто царское. Это хорошо, в особенности принимая внимание смутное революционное время. С другой стороны, нечто мужское. Это плохо. Впрочем, главное заключается в том, что ее описал знаменитый Бунин в присутствии знаменитого овсяника Куликовского и отрешает все сомнения. Она по-дамски и в то же время по-царски улыбается Бунину, хотя на всякий случай грозит ему пальчиком. «Ах, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич, зачем вы мне делаете публично такие комплименты?» Натаю себе на ус, обобщая Бунинскую находку «Дамское лицо Петра». Однажды я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, а затем сказал «Вера, обрати внимание, у него совершенно волчьи уши». И вообще милоздарь обратился ко мне строго «Вас есть нечто весьма волчье». А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше. Грустный золотистый день в конце лета. Мы провели его вдвоем одни в упустевшей даче. Соседи переехали в город, а Вера Николаевна отправилась на трамваи в город на привоз за продуктами, добывать которые становились все труднее и труднее. Накануне я принес Бунину по его требованию все мною до сих пор написанные стихи, штук тридцать стихотворений, несколько рассказов, частью рукописных, частью в виде газетных и журнальных вырезок, налепленных клейстром на листы канцелярской бумаги. Получился довольно внушительный сверток. Приходите завтра утром поговорим, сказал Бунин. Я пришел и сел на ступеньке, ожидая, когда он выйдет из комнаты. Он вышел и сел рядом со мной. Впервые я видел его таким тихим, задумчивым. Он довольно долго молчал, а затем сказал «Неторопливо, сосредоточено слова, которые я не могу забыть до сих пор». Прибавив «Я своих слов на ветер не бросаю». Я не смел верить своим ушам. Мне казалось, что все происходящее со мной нереально. Он, немного помолчав, наклонил голову и, пристально рассматривая маленькую морскую раковинку среди гравия, вдруг стал говорить какие-то еще неизвестные мне стихи. Я никогда до сих пор не слышал, как он читает свои стихи. Он их произносил, как бы разговаривая с самим собой, бормочая и глубоко вздыхая во время пауза или цезур. «Станет ночь моя, ночь долгая, немая, тогда велит Господь творящие чудеса, свети луновому взойти на небеса. Сияй, сияй, луна все выше, поднимая свой солнцем данный лик, да будет миру вещь, что день мой догорел, но след мой в мире есть». Прочел еще другое стихотворение. «Звездами вышит парус мой высокий, белый и тугой, лик Богоматери мишних сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходит от меня, душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня». День этот я понял, как день моего посвящения в ученики, даже, может быть, под мастерьем. Павить не сохранила подробности нашей беседы, может быть, этой беседы вообще не было. Было долгое молчание, был грустный золотистый осенний день, штиль в море и в небе, белый, как облачко дневная неполная луна. Рядом со мной на ступеньках сидел в полотняной блузе совсем не тот Бунин, неприятно желчный, сухой, высокомерный, кем его считали окружающий. В этот день передо мною как бы на миг приоткрылась его душа. Грустная, очень одинокая, легко ранимая, независимая, бесстрашная и вместе с тем до удивления нежная. я был поражен, что этот самый Бунин, счастливчик и балвень судьбы, как мне тогда казалось, так глубоко неудовлетворен своим положением в литературе, вернее, своим положением среди современных ему писателей. В самом деле, широкому кругу читателей он был мало заметен средь шумной толпы, как он с горечью выразился, литературного базара. Его замевали звезды первой величины, чьи имена были у всех на устах, Короленко, Куприм, Горький, Леонид Андреев, Мережковский, Федор Сологуб и множество других властителей дум. Он не был властителем дум. В поэзии царили Александр Блок, Бальмонт, Брюсов, Динаида Гиппиус, Гумилёв, Пахматов. Наконец, хотели этого или не хотели Игорь Северянин, чьё имя знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчицы, фельдшерицы, камевоежёры, юнкера, не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель Иван Бунин. Бунина знали и ценили до последнего времени весьма немногие истинные знатоки и любители русской литературы, понимавшие, что он пишет сейчас намного лучше всех современных писателей. Критика, особенно в начале его литературной деятельности, писала обо ненее редко, мало, так как его произведения не давали материала для проблемных статей или повода для литературного скандальщика. По этой же причине имя его не упоминалось на афишах публичных лекций и диспутов, где царил низкопробный Арцебашев своими половыми проблемами. Он прямо не говорил мне всего этого, но именно такие мысли сквозили в его отрывистых замечаниях относительно современной литературы, полных яда и сарказма. Можно было сделать заключение, что из всей современной русской литературы он безоговорочно признает выше себя только Льва Толстого, Чехово считает, так сказать, писателем своего уровня, может быть, даже немного выше, но ненамного. А остальные, что же остальные, Куприн талантлив, даже очень, но зачастую неряшлив. А Леониде Андрееве хорошо сказал Толстой, он пугает, а мне не страшно. Горькие, Короленко, в сущности, не художники, а публицисты, что нисколько не умаляет их большие таланты, но настоящая поэзия выродилась. Бальмонт, Брюсов, белый, не более чем московская, доморощенная дикоденщина, помесь французского с Нижегородским, о, закрой свои бледные ноги, хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды из тебя сорвать. Хохотал грубым басом, в небеса запускал ананасом и прочий вздор. Ахматова, провинциальная барышня, попавшая в столицу, Александр Блок, выдуманная книжная немецкая поэзия, о балакейских поэзах Игоря Северянина придумаешь такое омерзительное слово и говорить нечего, а футурист просто уголовные типы, беглые каторжники. В общем, Бунин повторял только немного другими словами примерно то же самое, что он за несколько лет до этого сказал в речи на юбилеи русских ведомостей. Чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей эпох не брали, каким богам не поклонялись. Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили декаданс и символизм, и нейротурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением проблемы пола. И богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и пролеты в вечность, и садизм, и снобизм, и приятие мира, и неприятие мира, и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм, и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом футуризм. Это ли не в Альпурге и его ночь? Примерно эти и подобные мысли высказывал Бунин, беседуя со мной на ступеньках веранды. Был он при этом как-то необычно тих, задумчив, углублённо строг, и в то же время горестно нежен, как человек, одиноко переживающий какую-то непоправимую душевную утрату. Так себя чувствует человек, потерявший много крови. Я думаю, это было чувство утраты родины. Наступило время обеда, Вера Николаевна всё ещё не возвращалась. Тогда Бунин, заговорщически поманив меня пальцем, пошёл на цыпочках воровской походкой через всю дачу в кухню, откуда Пашарков там какой-то металлической посудой вскоре вернулся с холодными голубцами на сковородке. Кастрюли с компотом большой краюх и ситного хлеба подмышкой. Всё там расставил на обеденном столе и молвил повелительно «Садитесь». Я ещё никогда не ел у Буниных. Они не отличались хлебосольством, были скуповаты, по-моему, они даже не держали кухарку. Отстылывались у соседей, куда иногда за компанию затаскивали меня пить чай или ужинать в большой компании московских беженцев, где я познакомился с некоторыми известными людьми. Тут Бунин, не стесняясь, наваливал мне на тарелку всякой еды и приговорил «Вы не стесняйтесь, я знаю, у вас волчий аппетит, ешьте, питайтесь, ваш молодой организм требует много пищи, поэзии молоденькие барышни ежедневно истощают вас, не отрицайте, я сам был молод, знаю». Если же столом было вино, купленное в складщину, то Бунин забирал в полное своё распоряжение одну бутылку красного хотят. «Меня же, как самого младшего, назначал председателем стола и вина черпим, так что я, прежде чем, например, сдружился с Алексеем Толстым, налил ему не один стакан вина». «Ну, вернёмся, глупца». Их было на сковородке четыре штуки, золотистых, немного пригоревших, застывших в сале, и Бунин, надев пенсное, разделил их поровну. Два побольше, покосившись на меня, положил на тарелку себе, а два поменьше оставил мне. «Лежьте, не стесняйтесь, я знаю, вы постоянно испытывали дьявольский аппетит, особенно в гостях». «Что скажет Вера Николаевна, воскликнул я? А пусть не опаздывает, впрочем, мы с вами сейчас расправимся со всем этим на скорую холостяцкую руку, затем отнесем посуду на кухню и концы в воду». В то время я действительно беспрерывно испытывал дьявольский голод, и, навалившись на аппетитные капустные голубцы, в один миг грубо по-солдатски расправился с ними, заметив про себя, что и моего учителя тоже никак нельзя упрекнуть в отсутствии аппетита. Когда он ел, его борода полтоядно двигалась, и в сухой шее проходили легкие судороги наслаждение, как бы сопровождая каждый кусок холодных голубцов к месту назначения. Когда дело дошло до компота, он сказал, облизывая усы, «Не будем пачкать глубоких тарелок, рекомендую прямо так». Мы быстро съели компот прямо из кастрюли, причем педантичный Бунин предварительно разделил ложкой, строго поровну, густое, разбухшее варево из самых разнообразных фруктов, абрикосов, слив, вишен, зеленых яблок, ранних груш и прочего, строгим голосом потребовав от меня, чтобы я не заезжал на диморационную линию, хотя она имела скорее символическое значение. Мы дружно в две ложки навалились на компот, стараясь перегнать друг друга, а потом еще долго макали куски ситника в густую жижу и вылизывали божественно кисло-сладкие остатки, где подались скользкие сливовые шкурки. Не знаю, почему именно этот компот как-то нас особенно сблизил. Мы взяли с собой в сад оставшиеся абрикосовые косточки и, сидя на тех же ступенях, разбивали их кирпичом и, как дети, ели нежные белые зерна, покрытые жесткой кожурой. Я засиделся до позднего вечера, даже, собственно говоря, до ночи, пропустив последний трамвай. Гунин пошел меня немного проводить, и мы еще долго ходили туда и назад вдоль больше фонтанского шоссе по трамвайным рельсам мимо дач, садились на скамейку калитки, и он вдруг начинал меня экзаменовать. Перед нами ночь, как вы опишите ее в нескольких словах, но так, чтобы она была именно эта, а не какая-нибудь другая ночь. Видите, как много вокруг нас всего? Он сделал кругобразные движения своей сухой породистой головой, а надобно выбрать только самое необходимое, как говорят, типичное. Ну, вокруг нас было действительно много всего. Эдкие звезды, ослабленные желтоватым светом луны, теплый степной ветерок, село это акаций, ограды дач, звуки перепелов, тишина, далекий лови собак, время от времени крик ослика, серебристо-пыльная полынь ее, неповторимый ночной запах, блеск трамвайных рельсов, как бы скользящий вдали, там поворачивающий, гаснущий среди угольной темноты, шорох кошки, а может быть и ежика в пыльных кустах шиповника, погашенный маяк, да мало ли еще чего. Мы сели на скамеечку, и пока я с мучительным напряжением отбирал самые, что не есть необходимые подробности, Бунин вдруг глухо забромотал какие-то стихи. Это был фет, то блеск замороженной дали, то запах фиалки ночной. Он глубоко, горестно, покорно вздохнул, как бы прислушиваясь, желая понять смысл этих стихов, и снова пробромотал «То мельница, то соловей». Он повернул ко мне свое узкое внизу лицо, поднял его к небу, и я увидел написанное о нем восхищение. «То мельница, то соловей», повторил он. «Вы понимаете, как это прекрасно? Лучше уж не скажешь. Он сидит ночью один, весь во власти охвативший его душу любви, единственной, неповторимой любви. сидит, окруженный запахами, звуками, какими-то неопределенными зрительными образами, и его внимание не в силах сосредоточиться на чем-нибудь одном. То его полностью поглощает блеск замороженной дали, то вдруг он ничего не ощущает вокруг, кроме запаха ночной фиалки, то он слышит мельницу, заглушающую соловья, то соловья, заглушающего мельницу, и все это одна всепоглощающая любовь. Мой ангел, мой ангел далекий, зачем я так сильно люблю? Глухо, почти с отчаянием проговорил Бунин заключительную строчку. Кто вернет мне эту ночь? Ну, так как же вы, меловздарь, опишите все это? Бодрым голосом сказал Бунин. Я бы описал так, ответил я, черный силуэт трамвайного столба с перекладиной в виде коромысла наверху, и рядом яркая луна. Все. Молодец, сказал Бунин. Именно так и надо. И снова глухо забормотал стихи одно за другим, не делая между ними пауз, не оттеняя стров из цикла Кофелии того же Фета. Кофелия гибла и пела, и пела, сплетая венки, с цветами, венками и песню на дно опускалась реки. Ах, много по жизни мелькнуло, с глубоким вздохом прошептал Бунин, дней светлых безумной тоски и счастья давно потонуло, лишь песни плывут до венки. Такие слова, как дней светлых безумной тоски, он старался как бы совсем не произносить, пробросить, и я понял, что он стесняется за Фета. А самое главное для него, лишь песни плывут до венки. Эту строчку он проговорил с таким глубоким чувством, сделал такой плавный и бессильный жест рукой, как бы провожая эти песни и венки, уплывающие куда-то по реке времени в невозвратимую даль. Вслед за этим без перерыва он стал пускать вдаль уже свои собственные венки и песни, совершенно новые, которых я до сих пор не знал, иные из них, может быть, лишь сегодня написаны. Этой краткой жизни вечным изменением буду неустанно утешаться я, этим ранним солнцем, дымом над селением, валом парки, листьев медленным падением, и тобой знакомая старая скамья. Будущим поэтом, для меня безвестным, Бог оставит тайну память обо мне, стало их мечтами, стану бестелесным, смерти недоступным, призраком чудесным, в этом парке алым, в этой тишине. Звезда дрожит среди вселенной, чьи руки дивные несут какой-то влагой драгоценной столь переполненный сосуд, звездой пылающей по тирам земных скорбей, небесных слез, зачем, о Господи, над миром ты бы теемое вознес? Он говорил таинственно, как бы желая внушить мне какую-то великую сладчайшую истину, то, что вот сию секунду открывшуюся ему. В дачном кресле таинственно шептал он, ночью на балконе море колыбельный шум, будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум, ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской, есть ли тот, кто этой дачи спящий сторожит покой, есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания судьбы и года, если сердце хочет, если верит, значит, да, то, что есть в тебе ведь существует, вот ты дремлешь и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует, как же нет любви и опять без перерыва на даче тихо, ночь темна, туманные звезды голубые, вздыхая, ширится волна, цветы качаются слепые и часто с ветром до скамьи, как некий дух в охирной плоти, доходят свежие из твоей волны вздыхающей в дремоте. Минутами мне казалось, что все эти стихи создаются тут же, сию минуту при мне, что каждая строчка и волна вздыхающая в дремоте, и мягкий ветер, и в особенности гениальные слепые цветы, белые табаки и ночные красавицы как-то само собой незаметные загружающие нас в действительности превратились в элементы чистейшей поэзии волшебство. Часов в одиннадцать утра спасается от страшной жары этого лета я сидел в ванне до краев наполненной холодной водой, куда из медного крана одна с другой с продолжительными мертвыми паузами подреувистые капли, производя короткие и однообразно музыкальные удары разных тонов библь, бобл, бабль, бубль, они действовали успокоительно, усрепляюще, как бы отрешая той странной, ни на что не похожей неопределенной действительности, в которой все мы жили в это лето. это было через несколько дней после страшных взрывов артиллерийских складов, когда вдруг в дверь ванной комнаты взглянул отец и по его лицу я понял, что произошло какое-то невероятное событие. Иди, там к тебе кто-то пришел, какой-то незнакомый господин, по-моему, это Бунин. Когда я наспех одевшись и не успел как следует вытереться, с мокрыми волосами прибежал в крайнюю комнату одной из тех двух, которые мы обычно сдавали жильцам и которые теперь пустовали, то действительно увидел Бунина. Сидя на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешевые и надеты на бусу ногу. Да и борода по сравнению с постриженной бородкой Бунина имела вид довольно запущенной. Однако и у папы и у Бунина, как у двух русских интеллигентов, на груди и на черных шнурках болтались одинаковые стромодные стальные пенсные, что делало их обоих отдаленно похожими на Чехова, Бунина на Чехова Маложавого, а папу на Чехова постаревшего. Оказывается, я как-то сказал, что мы сдаем комнаты, и Бунин приехал с большого фонтана, желая устроить у нас своих московских знакомых, беженцев, оказавшихся без жилья. Впоследствии я узнал, что этими беженцами были Алексей Толстой с своим семейством. Бунин уже успел своими зоркими глазами осмотреть обстановку, вероятно, уже составил представление о нашем житье-бытие. Я думаю, что представление соответствовало тому, которое когда-то в юности составил Юрий Олеша о нашей квартире и обо мне. Ему очень понравились мои стихи, и он просил читать еще и еще, одобрительно ржал, потом читал свои, казавшись мне верхом совершенства, и верно, в них было много щемящей лирики. Кажется, мы оба были еще гимназисты, и принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдова и его отец с ним и с его братом. Печальная безбыта квартира, где не заведует женщина. Эту печальную безбыта квартиру и увидел тогда Бунин. И, конечно, сразу понял, что для Алексея Толстого с его барскими замашками наши комнаты с продавленным диваном совсем не подходит. Папа и Бунин степенно беседовали на разные темы, поговорили о взрывах артиллерийских складов, это большевики взорвали, убежденно, сказал Бунин, а затем перешли к темам хозяйства. На раскаленном подоконнике венецианского окна сушились некоторые мелкие принадлежности мужского туалета, выстеранные за неименье работницей собственноручно отцом в эмалированном тазике кусочком казанского мыла синими жилками воротнички, носки, платки. Если угодно могу дать вам полезный совет, говорил Бунин, никогда не стирайте носки в горячей воде с мылом, тщательно получите их в холодной воде отнюдь без мыла, а тем не гладьте, просто сушите на солнце, тогда вас никогда не будут потеть ноги. Ручаюсь, совсем недавно я сам узнал этот способ и буквально ожил. Посидев, как визитер минут двадцать, поговорив о Жуковском, о Тургеневе и дружно поругав модернистов, Бунин встал и попрощался с папой, корректно и коротко пожав ему руку. Рад был познакомиться. Ну, а как вы находите валеное произведение, почти жалобно спросил папа, переселив смущение. А вы вопросом на вопрос ответил Бунин. Мне, как отцу, трудно судить, но его стихотворения, кажется, недурные в отношении рифмы, размеров, а вот рассказы, по-моему, несколько фельетонны, малосодержательны и поверхностны. Вы не находите этого? Ну, это разговор длинный и непростой. Как вы думаете, из него может выйти что-нибудь путное? Трудно ответить в двух словах. Серьезно сказал Бунин. Время покажет, и он удалился, не позволив мне его проводить. Покраснев до корней волос, я стоял в полуоткрытых дверях и слушал молодой твердый стук его каблуков, сбегавших с четвертого этажа вниз, наполняя лестничную клетку гулым и острым щелканем. Лишь впоследствии, еще ближе узнав Бунина, я понял подлинный смысл его посещения. Сдающаяся комната был лишь повод, на самом же деле, я глубоко уверен, Бунину просто захотелось нагрянуть врасплох и посмотреть, как я живу, что из себя представляет наша квартира, какого из себя мой отец. Бунин был невероятно любопытен, ему нужно было всегда во всех подробностях знать окружающую его жизнь, видеть все своими беспощадно зоркими глазами. Двойственное чувство осталось мне после визита Бунина. С одной стороны было лестно, с другой как-то непонятно горько. Я вдруг как бы бунинскими глазами со стороны увидел своего постаревшего, одинокого, немного опустившегося отца с седыми, давно нестриженными семинарскими волосами и черными неглаженными брюками. Нашу четырехкомнатную квартиру, казавшуюся мне всегда хорошо, даже богато обставленной, а на самом деле полупустую, с черной мебелью, рыночной подделкой под дорогую черного дерева, которое было обыкновенно ешевой сосной, о чем свидетельствовали потертости и отбитые финтифлюшки, сверху черный, а внизу белый. Этот безвкусный стиль с тумбочками для цветов в виде дарических колонок, кажется, назывался на смешку брутага или бругага, керосиновая висячая лампа с бронзовым шаром, наполненным дробью, переделанная на электрическую, редко называемые картины, мельщанские бумажные олеографии под масло, в унизительно тоненьких золочаных багетах, которые повесили на стенку, так как они были получены бесплатно, как приложение к Ниве, что делает как бы сродни всем русским писателям, классикам, тоже бесплатным приложением к Ниве, в числе теперь и Бунину. Я, как-то довольно хороший кабинетный диван, много раз перебиваемый и теперь обитывший потрескавшийся дырявой клеенкой. Это самая дорогая, даже драгоценная вещь, мамина приданная пианино, потертый инструмент с расшатанными металлическими педалями, которым папа иногда старательный безрока заглядывая пожелтевшие ноты и роняя пенсное не твердо, но с громадным чувством играл времена годы Чайковского, особенно часто повторяя май, наполнявший мою душу невыразимо щемящей тоской. Мы не были бедными или тем более нищими, но что-то вызывающее сочувствие, жалость было в нашей неустроенности, в отсутствии в доме женщины, матери и хозяйки, уюта, занавесок на окнах, портьер на дверях, все было обнаженным, голым, это, конечно, не могло укрыться от глаз Бунина, он все замечал, и кастрюлю с холодным кулешом на подоконнике. Уходя, он скользнул взглядом к моей офицерской шашке за храбрость с санинским красным темляком, одиноко висевшим на пустой летней вешалке, и, как мне показалось болезненно, усмехнулся. Еще бы! Город занят неприятелем, а в квартире на виду всех вызывающих висит русское офицерское оружие. Он не знал, что к нам с обыском уже приходили австрийцы, требуя оружия. Я показал на свою шашку. Австрийский офицер, такой же молодой, как и я, есть темно-серый, выутюженный, в крагах и новеньком кепе, повертел ее в руках в замшевых перчатках, прочитал по складам надпись за храбрость и вернул мне со щегольской армейской любезностью, сказав, что я могу ее себе оставить, так такое оружие голыми руками не берут. В общем, все это было ужасно грустно. Настала поздняя осень, о возвращении Бунина в Москву по-прежнему не могло быть и речи. Советская власть, которой все пророчили близкую гибель, не только не гибла, но даже по всем признакам укреплялась. В Германии произошла революция, кайзера скинули, немецкая армия капитулировала, немцы и австрийцы спешно покидали Украину, так что заключение пахабного Брестского мира, что являлось главным обвинением против большевиков, по сути дела, уж теперь не имело никакого практического значения, Ленин оказался прав. В Одессу же вместо немцев пришли их победители, так называемые союзники, и на юге начался почти двухлетний период, в течение которого власть переходила из рук в руки раз шесть, а то и больше пока окончательно навсегда не устранилась советская власть. Все это бурное, ни на что не похожее, неповторимое время Бунин прожил в Одессе, на княжеской улице, в особняке своего приятеля, художника Буковецкого, который предоставил писателю весь нижний этаж, три комнаты, куда я и приходил, всякий раз испытывая невероятное волнение, прежде чем позвонить с черного хода. Обычно мне открывала нарядная горничная на французских каблучках, на крахмальной наколке и маленьком батистовом фарбчике с кукольными карманчиками. Она была предоставлена в распоряжение Буниных вместе с комнатами и разительно не соответствовала той обстановке, которая царила в городе, в России, в мире. Жизнь Бунина в этих барских комнатах с массивными полированными дверями, с отлично натертыми паркетами, теплыми мраморными подоконниками венецианских окон, жарко начищенными медными шпингалетами, с высокими чистыми потолками, отражавшими в летнее время зелень белых акаций, в которой была тесно обсажена тихая аристократическая улица, а зимой голубые тени сугробов и размытые силуэты производящих саней, с небольшим количеством самые необходимые, но очень хорошие мебели, без всех этих мещанских этажерок, тумбочек, безделушек, салфеточек, ковриков, альбомов и накидок, как нельзя более соответствовало моему представлению об аристократе, стабовом дворянине, российском академике, человеке без угоризмного вкуса. Здесь я уже видел не дачника, а настоящего оседлого горожанина, может быть, даже вынужденного политического затворника, выработавшего в себе точнейший распорядок дня. Он много работал, у меня создалось впечатление, что он пишет беспряживно. Когда бы не пришел, я неизменно видел дверь его рабочей комнаты, полуоткрытую в тимоватый коридор, а за ней окно, выходящее в тихий двор, небольшой стол и бунино, без пиджака, в свежие срочки, с закатанными до локтей рукавами, обнажавшими сухие мускулистые руки, которые в круглых рабочих очках, делавших его похожим на сову, быстро писал, покрывая небольшие узкие листки пищи бумаги своей характерной убористой клинописью. Он писал темно-зелеными чернилами, автоматической ручкой, золотым пером, если не ошибаюсь, фирма Монблан, причем до конца исписанную страницу не промокал, а нетерпеливо откладывал в сторону сохнуть. Если он что-нибудь вписывал в записную книжку, то махал я ее перед собой, чтобы страничка скорее высохла. Услышав мои шаги, он обычно не оборачиваясь говорил, идите к Вере Николаевне, я сейчас кончу. Я отправлялся в большую комнату окнами на княжескую и в салон, где меня встречала Вера Николаевна, и, соблюдая некую светскую обязанность хозяйки дома, занимала меня необременительными разговорами на разные общие темы, разумеется, не унижаясь до погоды. Однако, будучи женщиной живого ума и чистого бунинского любопытства, она не выдерживала тона и вскоре переводила разговор на другие, совсем другие, далеко не светские темы, задавая вопросы вроде, ну, как у вас подвигается роман с очаровательной Наташей Н, неправда ли она прелестна своим по-детски большим ртом и длинными руками, настоящая Наташа Ростова? Смотрите, как бы я мамам в один прекрасный день, несмотря на весь свой аристократизм, не выставила вас за день. Стало быть, сирен, а все окончено, ах, какой вы непостоянный, настоящий ученик Бунина, она грустно вздыхала, и позвольте вас спросить, кому это вы посвятили, чьи-то маленькие ножки отпечатали из следы, что-то я никак не могу понять, чьи-то маленькие ножки, не слишком ли много ножек? Она была в курсе всех моих романов, с некоторыми моими барышнями лично знакома и живейшим образом интересовалась моими любовными похождениями, впрочем, довольно невинными, напоминая не строгую даму жену, академик, а скорее старшую сестру или даже замужнюю кузину. Ян, говорил на входящему Бунину, оказывается, у него в полном разгаре роман с Наташей. Ну, разумеется, говорил Бунин. Посмотри на него, щеки валились под глазами и синяки. Сразу видно, вместо того, чтобы работать, вы бог знает, где шляетесь по ночам. Надо было сказать, от зари до зари стоите под окном, ожидая, что она вам откроет и впустит. Черт, тос-два, милостивый сударь, не на такую напали. Я хорошо знаю этих больше ротаха длинноногих гимназисток. Бунин присаживался к круглому, непокрытому скатертью столу из цельного палисандрового дерева, на котором, отражаясь, как в вишнево-красном зеркале стояла штампованная из тонкой меди, вернее, из латуни чашка, служившей пепельницей. Полое легкое полушарие с тисненным восточным орнаментом вещиц, по-видимому, купленные Буниным на Константинопольском базаре от Мэндани, может быть, в Смирне или Александрии. Во всяком случае, эта пепельница всегда мне напоминала восточное стихотворение Бунина. И в первую очередь, конечно, он на клинок дохнул и жало его сиисково кинжало померкло в дымке голубой. Под дымкой ярче заблистали узоры золота настали своей червоную изьбой. Во имя Бога и пророка прочти, слуга небес и рока, свой бранный клич, скажи, каким девизом твой клинок украшен. И он сказал, девиз мой страшен, он тайно тайн, элифламмин. В общем, эта пепельница была как бы тайной тайной. Элифламмин, и она отражалась в круглом столе. Сложив ногу за ногу, Бунин точным движением пальцев сощелкивал в нее пепел папиросы. Не знаю, почему она мне ужасно нравилась эта пепельница. Она оказалась сверхом роскоши, почти музейной и редкостью, предметом таинственного культа, особенно красивой на ледяной поверхности пустого, безгрызна от шлифованного стола, святой барской комнаты, наполненной запахом дорогого турецкого табака, мяса к суде и благовейной тишиной, отделенной от внешнего мира двойными зеркальными стеклами. Теперь я думаю, что эта пепельница была самым дешевым рыночным сувениром из числа тех, которые сотни привозили пассажиры пароходов русского общества пароходства и торговли РОПИТ из своих малоазиатских рейсов. Но я был в нее просто влюблен, по своей еще неизжитой детской привычке думал, когда вырасту большой, то непременно у меня будет такая же точная пепельница, я буду в нее сбрасывать пепел папиросы самого лучшего турецкого табака Месак Сауди. Тогда эта пепельница была еще совсем новая, блестящая, хотя внутри уже несколько потемнела, стала сизой от табачной золы из спичных угольков, и сразу, как только я ее впервые увидел, мне почему-то пришло на одно из новых стихотворений Бунина Кадильница. В горах Сицилии в монастыре забытом стоит ногой престол, а перед ним в пыли могильно золотая, давно потухшая, давно пустая, лежит кадильница, вся черная внутри, от углей смолы пылавших в ней когда-то ты сердце полное огнею аромата, не забывай о ней до черноты сгори. Как я мечтал, тогда мое сердце сгорело до черноты, но я не представлял себе как это страшно. Ну, что вы скажете хорошенького, написал новый рассказ, разумеется, принесли, вот он, Вера, не уходи, сейчас Валентин Катаев прочтет нам свой новый рассказ, мы вас слушаем. Обычно внимательно и терпеливо выслушав мой новый рассказ от начала до конца, Бунин не вдавал своего подробного обсуждения, а ограничивался двумя-тремя коротенькими замечаниями по поводу того, где у меня хорошее место, где плохое, почему именно одно плохое, другое хорошее, и какие нужные из этого сделать практические выводы. Он всегда касался мелочей, но неизменно приводил их к важным обобщениям. Так, я узнал, что в литературе нет запретных тем, важно лишь, с какой мерой так-то будет об этом сказано. Я навсегда усвоил себе несколько бунинских рекомендаций. Такт, точность, краткость, простота, но, разумеется, и Бунин это подчеркивал много раз, он говорил не о той простоте, которая хуже воровства, а о простоте, как следствие, очень большой работы над фразой, над отдельным словом, о совершенно самостоятельном визине окружающего, не связанном с подражанием кому-нибудь, хоть сам Лев Толстой или Пушкин, то есть об умении видеть явления и предметы совершенно самостоятельно и писать о них абсолютно по-своему, вне каких бы то ни было литературных влияний и реминесценций. В особенности Бунин предостерегал от литературных штампов, всех косых лучей заходящего солнца, мороз скрепчал, воцарилась тишина, дождь забарбанил по окну и прочего, чем чудо Бунина говорил Чехов. К числу мелких литературных штампов Бунин также относил, например, привычку ремесленников-билетристов того времени своего молодого героя непременно называть студент первого курса, что давало некое жизненное правдоподобие этого молодого человека, даже его внешний вид. Студент первого курса Иванов вышел из ворот и пошел по улице. Студент первого курса Сидоров загурил папиросу. Студент первого курса Никоноров почувствовал себя несчастным. До смерти надоели все эти литературные студенты первого курса, говорил Бунин. Это уже дал себя страшную клятву, что у меня в рассказах никогда не будет ни одного студента первого курса. для того, чтобы поскорее на практике исполнить эту клятву, я в тот же день начал писать рассказ о некоем молодом человеке, но ни в коем случае не о студенте. Я сразу запнулся, потому что никак не мог придумать, кто же будет мой молодой человек. Человек более зрелого возраста легко можно было сделать титулярным советником, штабс-капитаном, приказчиком, оберкондуктом да мало ли кем. Со стариками дело обстояло еще проще. Генерал, действительный статский советник, купец второй гильдии, сельские старосты и тому подобное, а вот молодой человек. Я вышел пройтись для того, чтобы на свободе придумать, кем мог сделать моего молодого человека. И тут я увидел на круглой тумбе афишу городского театра с черной лирой наверху, извещавшую о премьере какой-то оперы, где, между прочим, было напечатано декоратор Дмитриев. Превосходно! Подумал я, пусть же мой молодой человек будет декоратор. И вот я уже сижу за круглым лаковым столом, разложив возле турецкой пепельницы рук письмного рассказа. Кашляю от волнения и предвкушаю одобрение Бунин того факта, что мой молодой человек не студент первого курса и даже не подборочек, а, вообразите себе, декоратор и шикарно и вполне соответствует жизненной правде. Я очень торопливо жаром прочел свой рассказ, где, помнится, были описаны любовные переживания молодого декоратора, первое свидание, разрыв с любимой женщиной, ночное пьянство и, даже, нюхание кокаина в какой-то подозрительной компании. И, наконец, описание очень раннего, солнечного, щедознобы холодного утра на Николаевском бульваре, где по гранитным ступеням знаменитой лестницы ходили большие розовые голуби. Все это я писал с большим щегольством и, читая время от времени, бросал потайные взгляды на Бунина, желая прочесть по его лицу впечатление, которое производит на него моя проза, казавшаяся мне самому на редкость красивой. Сперва замкнутое лицо Бунина выражало привычное профессиональное внимание, я даже заметил, как он один раз значительно переглянулся главный, небось, разобрал отки старика. Но затем он начал заметно мрачнеть, нетерпеливо подергивая шеей, а к концу рассказа уже к моему ужасу не скрывал раздражения и даже начал довольно громко постукивать каблуком по паркету. Который дошел до коронного места с розовыми отзарей голубями, которые должны были, по моим соображениям, особенно понравиться Бунину, и не без некоторого скромного самодовольства провозгласил заключительную фразу рассказа, то Бунин некоторое время молчал, повернув ко мне злое лицо со страшными грозно вопрошающими глазами, а потом единым голосом спросил, это все? Все, сказал я, вот тебе и раз, так какого же вы черта? Вдруг заорал Бунин, стукнув кулаком по стулу с такой силой, что подпрыгнула пепельница, так какого же вы черта, битых сорок пять минут морочили нам голову? Мы с верой сидим как на иголках и ждем, когда же ваш декоратор расчет, так как писать декорации, оказывается, ничего подобного, уже все, розовые голуби и конец. За этим же круглым стылом, перед этой же пепельницей, с таинственными арабскими знаками, однажды Бунин прочел не только что законченные им, что же не высохли зеленые чернила, прелестный рассказ о смерти старого князя. Когда я спросил, долго ли он писал этот рассказ, Бунин ответил, часа три. Заметив мое изумление, он прибавил, я вообще пишу быстро, хотя печатаю медленно. Первую часть деревни, например, написал, что-то за две недели. Разумеется, обдумывал долго, но потом написал сразу единым духом. Кое-что поправил при переписке и в корректуре, но это как водится. До этих пор я был уверен, что он пишет очень медленно, с массой черновиков, поправок, вариантов, отделывая каждую фразу, по десяти раз меняя эпитеты. У меня сложилось впечатление, что подобного рода флоберизм и до сих пор еще весьма модный среди некоторых писателей, глубоко убежденных, что есть какое-то особенное писательское мастерство, родственное мастерство, скажем, шлифовальщика или чеканщика, способное превратить ремесленника в подданного художника. Ни в коей мере не был свойственен Бунину, хотя он сам иногда и говорил о шлифовке, чеканке и прочем вздоре, который сейчас в эпоху мовизма вызывает у меня только улыбку. Сила Бунина и изобразителя заключается в паразитно быстрой, почти мгновенной реакции на все внешние раздражители. И в способности тут же найти для них совершенно точное словесное выражение. Он сказал мне, что никогда не пользуется пишущей машинкой, а всегда пишет от руки пером. И вам не советую писать прямо на машинке. После того, как вещь готова в уроке писи, можете перепечатать на машинке. Но само творчество, самый процесс сочинения, по-моему, заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой, что и есть собственно творчество. Говоря это, Бунин коснулся своей головы, затем пошевелил кистью руки, которая держала автоматическую ручку с золотым пером, коснулся листа бумаги его наплавленным платиновым кончиком, сделанным несколько закорючек. когда вы сочиняете непосредственно напишущие машинки, то каждое выступанное вами слово теряет индивидуальность, обезличивается, как написанное вами собственноручно на бумаге, оно является материальным, зримым следом вашей мысли и ее рисунком. Оно еще не потеряло сокровенной связи с вашей душой, если хотите, с вашим организмом. Так что, если это слово фальшиво само по себе или не туда поставлено, или неуместно, бестактно, то вы это не только сейчас же ощутите внутренним чутьем, но и точно заметите глазами по некоторому замедлению, убыстрению, даже изменению почерка. Одним словом, ваш почерк единственный, неповторимый, как часть вашей души просигнализирует вам, если что, не то, сказал он несколько видоизменив последнюю строчку своего стихотворения компаса. Не собьет с пути меня никто, некий норд моей душой управит, он меня в скитаниях не оставит, он мне скажет, если что, не то. Я часто наводил разговор на господина из Сан-Франциска, желая, может, больше услышать от Бунина о том, как и почему написан этот неопределенный рассказ, открывший, по моему мнению, совершенно новую страницу в истории русской литературы, которая до сих пор, за самыми незначительными исключениями, славилась изображением только русской души, национальных характеров, природы, быта. Если у наших классиков попадались заграничные куски, то лишь в той мере, в коей-то касалось судеб России или русского человека. в нарушении всех традиций Бунин написал произведения, где русским был только замечательный язык, и та, доведенная до возможного совершенства, пластичность, которая всегда выделяла русскую литературу из всех мировых литератур и ставила ее на первое место. Все же остальное в господине Сан-Франциско пейзаж, персонажи, сюжет было иностранным, точнее сказать, интернациональным, пускай даже космополитическим, а главное ультрасовременным, с американским миллионером, трансатлантическим лайнером, жизнью люкс в первоклассных международных отелях, с барами, танго, автомобилями, коктейлями, радиосвязью, парижскими модами, безумным богатством, ужасающей нищетой и всем тем, что с особенной силой расцвело на земном шаре перед Первой мировой войной, что примерно в это же время Ленин назвал высшей стадией капитализма империализмом. В господении Сан-Франциско как бы все время где-то неизримо присутствует тень гибнущего Титаника, и зловеще звучит заключительный аккорд всего повествования. А середина Атлантиды, столовые бальные залы изливали свет и радость кудели говором нарядные толпы, лагухали свежими цветами, пели струнным оркестром, и опять мучительно извивалась, и порой судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч в тонкой гибкой паре нанятых влюбленных, грешно скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными как бы приклеенными волосами, бледной от пудры, в изящнейшей лакеровной обуви, в узком с длинными фалдами фраке, красавец, похожий на огромную пьявку. И никто не знал ни того, что уж давно наскучил этой паре притворно мучиться под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одливавшего мрак, океан в югу. Даже повторить эти бунинские слова, переписав своей рукой то громадное наслаждение. Еще до господина из Сан-Франциско Бунин написал потрясающие силы антиколониальный рассказ, тоже полностью иностранный, братья, трагедию, разыгравшуюся между белым господином и цветным рабом на сказочно-прекрасном острове Цейлоне. Этот рассказ мог быть даже показаться переводным, написанным, например, Редерзем Киплингом, из-за опять же неудивительной куски языка, и не бунинская, неповторимая пластика, доводящая его описание до стереоскопической объемности и точности, свойства, которым не мог похвастаться ни один современный Бунин мировой писатель. «Почему вас удивляешь, что я написал такие нерусские рассказы? Я не давал клятвы всю жизнь описывать только Россию, изображать лишь наш русский быт. У каждого подлинного художника, независимо от национальности, должна быть свободная мировая общая человеческая душа. Для него нет запретной темы. Все сущий на земле есть предмет искусства. Общая душа, общая душа». «Счастлив я», вдруг поговорил он, понизив голос в таинственном обормотании, «счастлив я, что моя душа, Вергилий, не твоя и не моя. Понимаете, не моя и не твоя, а общая. В этом смысле я, если хотите, интернационально, даже сверхнационально. Главное, что я здесь в господине Сан-Франциско развил, это высшей степени свойственной всякой мировой душе симфонизм. То есть не столько логической, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой, словом, в том контрапункте, который сделал некоторую попытку применить, например, Лев Толстой в «Войне и мире», «Смерть Балконского» и прочего. Может показаться странным, почти невероятным, что в то время, когда вокруг бушевала гражданская война, передвинувшаяся с севера на юг, в особняке на Княжеской улице за зеркальными стеклами продолжалась, скорее, впрочем, воображаемая, чем настоящая жизнь, совсем небольшого круга людей, занятых вопросами художественной литературы, поэзии, критики, чтением братьев Гонкур в подлиннике, продолжением вечных московских споров о Толстом Адстоевском, о том, что такое симфоническая проза, впервые в русской мировой литературе, примененная в такой полнотерейшем господине Сан-Франциско. Кажется, именно тогда я впервые познакомился с некоторыми мыслями братьев Гонкуров. В наше время создать в литературе героев, которых публика не узнает, как старых знакомых, открыть оригинальную форму стиля, а еще не все. Нужно изобрести бинокль, при помощи которого ваши читатели смогут увидеть существа и вещи через такие стекла, которым еще никто не пользовался. Посредством этого бинокля вы показываете картины под неведомым до сих пор углом зрения. Вы ставите новую оптику. Мы с братом придумали этот бинокль. Я вижу, что вся молодежь пользуется им. Не пользовался ли Бунин этим биноклем? Чем черт не шутит? Лучшие консерваторы в искусстве получаются из бывших революционеров и наоборот. Воспоминания Балновили очень забавны. Не слово настоящей правды. Современники словно из волшебных сказок, но вид он их через оптику, свойственную ему одному странную выше степени земную оптику. Земная оптика это великолепно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А он вовсе не был склонен к сидячей кабинетной жизни Наоборот, он испытывал постоянную потребность находиться в толпе Разговаривать с прохожими, быть свидетелем уличных происшествий А вовсе не давать, сидя дома, уроки мастерства молодым писателям вроде меня Об этом свидетельствуют опубликованные впоследствии в виде совсем маленьких крошечных рассказиков миниатюр Различные беглые зарисовки с натуры, вроде, например, ландо У смерти все свое особое Возле ворот дачи стоит огромное старое ландо Пара черных больших лошадей Приехал из города хозяин дачи Что-то необычное, чрезмерное в этом ландо и в этих лошадях Почему? Оказывается, что лошадей ландо дал хозяину дачи его приятель Содержатель бюро похоронных процессий Кучер, сидевший на козлах, так сказал Это ландо из погребательной конторы И в довершении всего черная борода кучера имеет цвет сухой ваксы, крашеная Земная оптика Не мовизм ли это, или, во всяком случае, его зарождение? Почти каждый день в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу Именно ходил, а не гулял Быстрым, легким шагом В коротком доколенно-демисезонном столичном пальтишке С тростью В профессорской ермолке вместо шляпы Стремительный, напряженно-внимательный, сухощавый Характер одесских улиц постоянно менялся В зависимости от политической обстановки Только бы вновь воскресала дореволюционная жизнь С рысаками под синими сетками и зимой С цветочницами и менялами на углу Дерибасовской и Преображенской Против проходных ворот дома Вагнера летом С биржевыми зайцами и лепетутниками За мраморными столиками знаменитых одесских кафе Фанконий и Робина С ночными клубами, кабаре, шантанами, театром миниатюр С нарядными английскими яхтами Екатеринского и Черноморского яхт-клубов Которые уходили одна с другой мимо белокаменного маяка С медным сигнальным колоколом в перспективу открытого моря С легкомглистого от заграничного ветра С элезионами и военным оркестром Подправлением Чернецкого на Николаевском бульваре То вдруг все это сметало в течение одной бурной ночи В грозно опустевшем городе Слышались лишь гулки и шаги красногвардейских патрулей И окна особняков и банков дрожали От приезжавших броневиков с матросами Лежавшими на крыльях, выставив вперед винтовки и маузеры То вдруг оказывалось, что город занят петлюровцами Или даже какими-то батьковцами И тогда на всех углах появлялись чубатые хлопцы В ободранных солдатских шинелях без хлястиков С нечищенными винтовками, вверх прикладами Требуя предъявления каких-то удостоверений Если удостоверения не было, то они пропускали и так Без удостоверений То на улицах появлялись веселые ребята Из британской морской пехоты Беглым шагом, тропившиеся неизвестно куда Гоня перед собой футбольный мяч То ходили по бульвару французские солдаты В синих шинелях, в гетрах С двугорлыми алюминиевыми фляжками на боку Наполненными красным винцом и водой Проезжали странные двуколки с громадными колесами Которыми правили громадные негры С вылупленными удивленными глазами Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке Где он стоял посреди толпы С записной книжкой в руках Невозмутимо и непрепливо Записывая свои четкой клинописью чистушки Которые выкрикивают два братишки Черноморские военморы Лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо И мотая широкими кляшами Модное яблочко или дерибасовскую На руках стояли китайцы В армейских телогрейках В черных обмотках и круглых кепках Держа в руках узорчатые складные веера Из цветной папиросной бумаги С ног до головы обвешанные Своим традиционным китайским товаром Трещотками, гарусными птичками Маленькими растягивающимися бумажными драконами И тиграми на двух палочках Фонариками, свистульками Отрезами чесучей Туфли металл с подошвы И спрессованной бумаги Помню доводящий до обморока Тошнотворный запах кунжутного масла Чеснока и едкого человеческого пота Но Бунин не обращал на это никакого внимания И спокойно работал Покрывая своими записями страничку за страничкой Самое поразительное было то, что на него решительно Никто не обращал внимания Несмотря на его профессорскую внешность Которая никак не сливалась с базарной толпой А может быть, именно вследствие этой внешности Кто знает, за кого его принимали Мне даже пришла тогда в голову мысль Не принимают ли его здесь Из этого худого костлявого барина В чудатской шапочке С автоматической ручкой в руке За какого-нибудь базарного графолога Фокусника, мага или предсказателя судьбы Который продает листки со счастьем Что было вполне в духе времени Никто не удивился, если бы вдруг Увидел на его плече попугая Или обезьянку в каленкоровой юбочке Эту картину напомнил мне впоследствии Шанхайский рынок Храм мэра города Где среди злоченных идолов В дыму курительных палочек Я вытащил из священной урны Свернутую бумажку с предсказанием Феникс поет перед солнцем Императрица не обращает внимания И трудно изменить вою императрицы Но имя ваше останется в веках Непомерно громадная, однообразная толпа Окружала меня, как желая стиснуть и поглотить Я терял сознание среди розовых детских кофт с цветочками Воспаленно-красных атласных подушек И пуховых одеял Сундуков из сандалового дерева И свежих литографических портретов Толстолицева китайца с опухшими глазами Мандаринов-тужурки с тесным стоящим воротником Великого кормчего Мао Цзэдуна И передо мной все время маячили Макакова черные ряды Висящих иероглифов таинственного предсказания Я мучительно гадал Кто же Феникс и кто Солнце И кто императрица И чье имя останется в веках Посмотрим Однажды, желая дать ему возможность заработать Знакомые уговорили Бунина Выспечтением своего нового, еще неизвестного в Одессе рассказа Снычанга Он долго отказывался, уверяясь, что это действительно никому не интересно Что все равно никто не придет Что широкая публика его абсолютно не знает И что занимать целый вечер чтением одного рассказа Просто глупо Публика не выдержит И все это предприятие принесет устроителям Одни только убытки В конце концов его все-таки убедили Он дал согласие Но предупредил, что гонорар за выступление За позор, как он выразился Желает получить мне всякой зависимости от сбора Хотя бы в зале было абсолютно пусто Я не настолько богат, господа, чтобы публично срамиться Да еще и бесплатно Сказал Бунин, невесело успехнувшись Были расклеены по городу афиши Выпущены узкие программы Точно в объявленное время В артистической комнате Одесского музыкального училища Где обычно устраивались наиболее изысканные концерты для избранной публики И вечера поэзии нашей зеленой лампы О которой я, может быть, когда-нибудь расскажу Появился Бунин Он был бледен Изысканно одет В свежем белье и высоком крахмальном воротничке Между отворотами которого Свободно умещалась и острая бородка Не настолько длинная, чтобы Закрыть широкий узел шелкового галстука Темного с лиловыми разводами Рисунка павлиний глаз И даже, кажется, жемчужной булавкой В плохо освещенной, холодной артистической Сидели устроители Среди которых главным лицом был муж Толстой дамы-писательницы Похожей на Петра Великого Уж давно сидевший в первом ряду Почти пустого зала Как раз против столика на эстраде Где зябко блестел Традиционный графин кипяченой воды И стакан И время от времени беспокойно поправлявший На могучей груди аметистовую брошь Бунин, щелкая крахмальными манжетами Молча пожал всем нам руки И сел в стороне на диванчик Положив рядом с собой совсем небольшой Квадратный портфель Скорее дамский, чем мужской Отличной желтой кожи Английской выделки В котором лежала рукопись рассказа Было совершенно ясно Что вечер уже провалился Публика не пришла Ночное дежурство В бюро похоронных процессий Немного помолчав Сказал Бунин Поглядывая надо мной Неремонтированный и лепной потолок Я ведь вас, господа, предупреждал Прибавил он С горьковатой усмешкой В которой нетрудно было Прочитать неотступную мысль О своей литературной судьбе Небось на Игоря Северянина Или на Вертинского Набился бы полный зал Да и на Леонида Андреева тоже Не говоря уж о Максиме Горьком Ничего не поделаешь Властители дум А на меня кто пойдет Только настоящие ценители Ну так что же, милостивые государи Будем все-таки начинать Или мирно разойдемся по домам Спросил Бунин Публика помаленьку собирается Неуверенно сказал муж толстой писательницы Подождем еще четверть часика Да и начнем с Богом Даже как-то неловко Проворчал Бунин В зале полтора человека Я предупреждал, что на меня не пойдут Побойтесь Бога Иван Алексеевич Если на вас то на кого же Воскликнул кто-то из устроителей Лживым голосом А все дело в том, что Афиши поздно расклеили Да и заметок в газетах было маловато А главное в том, что сегодня ночью Предполагается вооруженное уступление Гайдамаков Так что вы сами понимаете Да уж вы меня не утешайте Решительно сказал Бунин И поднес глазам афишку Где ему сразу же бросилась в глаза Глупейшая Чисто провинциальная опечатка Вместо снэйчанга Были жирным шрифтом Напечатаны бессмысленные слова Снэйчашка Лицо Бунина и скривилось Как будто его внезапно ударили Под вздох И он даже вскликнул Ой Но сейчас же взял себя в руки И устало махнул рукой А черт с ним Быть может потому, что За высокими окнами За кремовыми валанами штор Иногда на улице слышались Одиночные винтовочные выстрелы Ударявшие в стекла Как тугие резиновые мячики Вызывая представление о темном На строжившемся ночном городе С наглухо запертыми Забаррикадированными Воротами и бронейками на углах Кто-то в полголоса Заговорил о поэме Блока двенадцать Которая лишь недавно Проникла к нам с севера Через демокрационную линию И сразу же вызвала Среди молодежи восторг Трах-тах-тах И только эх Откликается в домах Не понимаю Что находит хорошего В этих самых двенадцати И до какой меры падения Не мог дойти поэт Состряпавший Эти вульгарные Дубовые чистушки Отрывисто сказал Бунин Передернув плечами Ванька с Катькой в кабаке У ей киенки есть в чулке До такого падения Еще никогда не доходила Русская литература А ведь это поэт Хотя он и всегда был манерный Но все же поэт Когда-то писал стихи о Мадонне О прекрасной даме В сиянии красных лампад И потом Что это за Иисус Христос В белом венчике изрос Он, вероятно, хотел сказать Веночке Венчик это не веночек А совсем другое Даже нет элементарного Чутья русского языка Типичнейший модернизм Говоря это Бунин смотрел Прямо мне в лицо Не то чтобы злыми А прямо-таки ненавидящими глазами Причем щеки его ввалились Сделались как бы еще более костлявыми А вы, разумеется, в восторге Ну и еще бы Вы, наверное, и скифы считаете Великим пророческим произведением Ну как же Держали щит Между двух враждебных рас Монголов и Европы И потом Что это за стальные машины Где дышит интеграл Ну посудите сами Как-то интеграл может дышать Точнее где-нибудь А в стальных машинах Дичь какая-то Декадентская чушь Я пришел в смятение Потому что уж давно И тайна от Бунина Был влюблен в Блока И если первая книга Которую я просил мне купить Была стихотворение Бунина То вторая, которую я сам купил На свои собственные деньги Была Снежная ночь Александра Блока Не могу сказать Что мне тогда понравились Девенадцать Они во многом отталкивали меня Как впрочем Всегда сначала Отталкивает новая Небывалая В литературе Совершенно оригинальная форма Без которой невозможно Новое содержание Тем более что Этим содержанием Является революция До революции Я тогда еще не дозрел Но уже и тогда Девенадцать Потрясли меня Своей неслыханной живописью Достоверной Точной Вещественной Нереалистической А материалистической Никакой другую Не похожей Черный вечер Белый снег Сверху снежок Под ним ледок Падающая баба Бац Растинулась Огни 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 А плеч Ружейные ремни Электрический фонарик На оглобельке Рвет Мнет И носит Большой плакат Вся власть В учредительному собранию Шоколад Миньон Жрала Не видать В снегу Друг друга За четыре За шага В эти четыре Шага Не два Не две Именно четыре Как они Эти четыре Роковые шага Ранили Воображение Ни одного Поэта Как трудно Было От них Избавиться Я уж не говорю О гениальных Строчках Нежной Поступью Надбьюжной Снежной Россобью Жемчужной Быть может Лучших Во всей Мировой Поэзии Что касается Скифов То я их Признавал Полностью Не только Восхищаясь Ими Но испытывая Нечто вроде Подлинного Священного Ужаса При чтении Этих Пророческих Тяжеловесных Ямбов Сохранивших Власть Над моей Душой И моим Воображением До сегодняшних Дней Все было В них Согласно С моим Тогдашним Представлением О судьбах России Все находило Во мне Отзвук И дар Божественных Видений И острый Гальский Смысл И сумрачный Германский Гений В особенности Дар Божественных Видений Меня Нисколько Не пугало Что перед Европою Пригожей Мы обернемся К вам Своей Азиатской Рожей Не коробила Варварская Лира И все Резкости Этой Необыкновенной Евразийской Поэмы Открывшей Для меня Целый мир Пробуждающегося Востока Ведь я был Солдат Настоящий Фронтовик И меня было Трудно Чем-нибудь Запугать В особенности Революции Солдаты Любили Революцию Она была Для них Желанным Избавлением От войны В этом Было Мое Преимущество Перед Буниным Который До ужаса Боялся И ненавидел Солдаты Матросов Совершавших Величайшую В истории Человечества Октябрьскую Революцию Они все Казались ему На одно лицо Тупые Жестокие Озверевшие От крови Разнузданные Не революционеры А вонтовщики Погубители России Я же Проживший Вместе С ними На войне Почти два года Вместе С ними Искавший И кормивший Вшей Евший И учивший Некоторых Из них Грамоте И даже читавший Им в мокрой Землянке Под сморгонью Во время Передыших Между боями Гоголя И Толстого Чуть даже Не Анну Каренину Который им Кстати Очень нравился Лежавшие Вместе С ними То раненые То отравленные Газами В полевых Лазаретах На гнилой Соломе Знавшие Все их Самые Сокровенные Крестьянские Совершенно Справедливые Мечты О земле О свободе О всеобщем Мире О свержении Ненавистного Дома Романовых Об уничтожении Помещиков Кулаков И капиталистов О грядущей Революции И вполне Сочувствующей Этим мечтам Хотя не имели К моей личной Судьбе Прямого отношения Как мне тогда Казалось Я совсем не боялся Этих людей Вовсе не жестоких Вовсе не кровожадных А простых Добрых Хороших И справедливых Русских Крестьян И рабочих И измученных И доведенных До крайности Преступной Войной И вековой Несправедливости Это была Настоящая Россия А не та Которую Выдумал Бунин Поддавшийся По стыдному Страху Перед революцией Ужасу Свойственному Многим Русским Интеллигентам Того времени Невольно Вспоминалась Мне Автобиографическая Заметка Написанная За два года До революции Где Бунин Написал На первых Порах Чего только я Наряду с похвалами Моему художеству Не наслушался Иные Унижались Даже для того Что говорили Что я был Просто испуган Революцией Как помещик Каковым На самом деле Его труду Не был Увы Как это не больно Но теперь Мне стало Совершенно ясно Что Бунин Именно Испугался Революции Я думаю В этом страхе Перед революцией Была главная Трагедия Бунина Которую я наблюдал В годы О которых пишу Пере поднялся По лестничке На эстраду Сухо поклонился В ответ На легкие Аплодисменты Затем Уселся За шаткий Столик Вынул Из портфеля Журнальный Оттес Снов Чанга Взглянул На часы И уже Больше ни разу Не посмотрев В полупустой Освещённый Зал Превосходно Чётким Хорошо разносившимся Голосом С великолепной Дикцией Прочёл От доски До доски Свой замечательный Тоже Симфонический Рассказ Начинавший С удивительными Фразами Прозвучавшими Как траурные Музыкальные Аккорды Не всё Ли равно Про кого Говорить Заслуживает Того Каждый Из живших На земле Я Когда Чанг Узнал мир И капитана Своего Хозяина С которым Соединилось Его земное Существо Ани И прошло С тех пор Целых Шесть лет Протекло Как песок В корабельных Песочных Часах Вот опять Была ночь Сон Или Действительность И опять Наступает Утро Действительность Или сон Казалось бы Что за дело Было Всем этим Людям Сидящим В разгар Революции В осаждённом Городе В холодном Полупустом И дурно Освещённом Зале До судьбы Опустившегося Пьяница Капитана Его собаки Чанга В пыльный Холодный День На широкой Китайской Реке И привезённой Потом на Бароходе В Одессу Однако Они просидели Не шевелясь Все 45 минут Чтения Заворожённой Заворожённой Высоков Высоковознесённой На чёрный Помост Гроб Из дуба Чёрная Толпа Народа Две Дивные В своей Мраборной Красоте И глубоком Трауре Женщины Точно Две Сестры Разных Возрастов А надо Всем Этим Гул Громы Клир Звонково Пиящих О какой-то Скорбной Радости Ангелов Торжество Сметение Веичи И всё Собой Покрывающие Неземные Песнопения И дыбом Становится Вся шерсть На Чанге От боли И восторга Перед этим Звучащим Видением Звучащее Видение Лишь Один раз На миг Отвлеклись Слушатели От снов Чанга Когда За окнами В чёрной Бездне Саждённого Города Послышалась Короткая Пулемётная Очередь Взрыв Ручной Гранаты Лимонки И чей-то Голос Негромко Произнёс В середине Зала Господа По-моему Отстреляют На Малой Раутской В эту ночь Я провожал Бунина По тёмному Зловещи Притихшему Городу Бунин Бунин Был Как мне казалось Недоброжелательно Молчлив Желаю Отвлечь От тяжёлых Мыслей Я всё время Делал попытки Сказать ему Что-нибудь Особенно Для него Приятное Иван Алексеевич Вас Вероятно Много Переводили На иностранные Языки Боже мой Раздражённо Ответил он Ну Посудите Сами У меня Например Один рассказ Начинает С такой фразой На временной Недели В ясный Чуть розовый Вечер В ту прелестную Пору Когда Попробуйте-ка Это сказать По-английски Или по-французски Сохранить музыку Русского языка Тонкость Пейзажа В ту прелестную Пору Когда Невозможно А что я стою Без этого Нет Меня очень мало Знают За границей Как Впрочем У нас В России С горечью Прибавил Как-то Бунин Сказал мне Что если бы Он был Очень богат То не стал бы Жить на одном месте Заводить хозяйство Квартиру Библиотеку Гардероб А путешествовал бы По всему земному шару Останавливаясь В хороших Комфортабельных Гостиницах И живя там Столько Сколько живётся А как только Надоест Отправлялся Малеке В другое место Один Два Чемодана Самым необходимым Ничего Ришним Грязную Сорочку Не отдавать В стирку А просто Выбрасывать Потому что Гораздо Интереснее Рекочек Пить Новую Костюмы И ботинки То же самое Чемодане Записные Книжки Бумага И всякие Мелочи Которым Привык Вроде Вашей Пепельницы Именно Он говорил В шутливом Тоне Но я думаю В этом заключалась Большая Доля Правды На меня Производило Впечатление Что Бунины Всегда Живут Как бы на бивуаке Среди чужой Мебели Чужих картин Дропри Посуды Ламп Своего У них была Лишь одежда До постели До пары Плоских Кожаных Английских Чемоданов С наклейками Заграничных Атали Кстати Об этих Наклейках Однажды Бунин На мой вопрос Какому Литературному Направлению Он себя Прочисляет Сказал Ах Какой Вздор Все эти Направления Кем Меня только Не объявляли Критики И декадентом И символистом И мистиком И реалистом И неореалистом И богоискателем И натуралистом Да мало ли Каких черелоков На меня не наклеивали Так что В конце концов Я стал похож На сундук Совершивший Кругосветные Путешествия Весь в пестрых Крикливых Наклейках Разве Это хоть В малейшей Степени Может объяснить Сущность Мне как художника Да ни в какой мере А это я Единственный Неповторимый Как и каждый Живущий На земле Человек В чем заключается Самая суть Вопроса Он посмотрел На меня искоса По-чеховски И вас Милостивый Государь Ждет Такая же участь Будете Весь обклеенный Ярлыками Погибель Советской Власти И на возвращении В Москву Подзвон Кремлевских Колоколов В какую Вряд ли он Это ясно Представлял В прежнюю Привычную Москву Вероятно Именно поэтому Он остался В Одессе Когда в 19-м Весной Она была Занята Частями Красной Армии И на Несколько Месяцев Установил Советскую Власть К этому Времени Бунин 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 Описанным В знак Чанга Не на простом Чердаке На чердаке Теплом Логухающим Сигарой Устанным Коврами Уставленным Тяжелой Мебелью Увешанным Картинами И парчевыми Тканями Так вот Если бы Этот самый Нилус Не проявил Бешеной Энергии Телеграфировал В Москву Луначарскому Чуть не на коленях Умолял Председателя Одесского Ревкома То еще неизвестно Чем бы Кончилось дело Так или иначе Нилус Получил Специальную Так называемую Охранную Грамоту На жизнь Имущество И личную Неприкосновенность Академика Бунина Которые Прикололи Кнопками Клаковой Богатой Дверь Особняка На Княжской Улице К особняку Подошел Отряд Вооруженных Матросов И солдат Особого отдела Увидев В окно Синие Воротники И оранжевые Распахнутые Полушубки Вера Николаевна Бесшумно Сползла Вдоль стены Вниз И потеряла Сознание А Бунин Резко Стуча Коблуками По натертому Паркету Подошел К дверям Остановился На пороге Как вкопанный Странно Откинув Назад Вытянутые Руки Сожжатыми Изо всех сил Кулаками И судороги Пробежали По его Поберевшему лицу С трясущейся Бородой И страшными Глазами Если Хоть кто-нибудь Осмелится Перешагнуть Порог моего Дома Не закричала Как-то ужасно Проскрежетал он Играя челюстями И обнажив Желтоватые Крепкие Острые зубы То первому же Человеку Я собственными Зубами Перекрызу Горло И пусть Меня потом убивают Я не хочу Больше жить У меня тут же Вспомнились Сроки его стихов Веди меня Вали под нож В единый Махни То держись Зубами Всех Заем Не оторвут Я уже Снулся Но все Обошлось Благополучно Особисты Прочитали Охранную Грамоту Советской Печатью И подписью Очень Удивились Даже кто-то Негромко Мотекнулся По адресу Евкома Однако Не захотели Идти против решения Священных Советской Власти И молча Удалились По претейшей Безлюдной Улице Мимо еще По зимнему Сухих стволов Белой акации С грубой Черно-серой Корой В глубоких Трещинах Которой Угадывалась Снежная Лубиная Желсизна В продолжение Всей этой сцены Я смотрел На улицу В окно Так что Между моими глазами И отрядом Особистов Находился Большой Наружный Термометр С шариком Ртути В котором лучисто Отражалось Уже Почти по весеннему Яркое Но все еще Немного Туманное Солнце И вдруг Я снова Увидел И сразу Узнал Ее Ту самую Девочку С дачи Ковалерского Которую Описывал По совету Бунина Пять лет Назад Перебил Лет Семнадцать Она стояла Среди матросов И солдат Читая Охранную Грамоту В распахнутом Армейском Полушубке И белом Сибирском Малахай Солив квасмуглого Вспотевшего лба На затылок Она держала В маленькой Крепкой руке Драгунскую винтовку Ее зубы были Стиснуты Подбород Кладывался Вперед Как башмак А на темном лице Лунно светились Узкие Злые И в то же время Волшебно Обольстительные глаза Наши взгады Встретились И она Погрозила мне Враждебному Ей Незнакомому Молодому Человеку Находящемуся В квартире Контрреволюционера Бунина Своей ладной Короткой винтовочкой И мы снова Ненадолго Потеряли Из виду Друг друга А жизнь На миг Превратившаяся В страницу Гюго Опять потекла Своей чередой Удивительно Что когда Вскоре Я встретил Ее снова То узнал Не сразу Начался Трудовой Организационный Период Писал я По горячим Следам событий В записках О гражданской войне Всем Оставшимся В городе Новая власть Большевиков Предоставила Право Собираться И коллективно Обсуждать Устройства Своей жизни В большом Очень Как мне тогда Представлялось Изящно Отделанном Зале Так называемой Литературки Где еще Так недавно Лакеева В раках Прислуживали Эстетам В бархатных Куртках И актрисам С разрисованными Глазами Теперь стояли Рыночные стулья И принесенные Из дворинской Скамейки На которых Сидели Взволнованные Выбитые Из привычной Колеи Люди Главным образом Беженцы Севера Они должны Были Определить Своё отношение К советской Власти Пока Снастигших На берегу Черного Море Бунин Сидел В углу Опираясь Подбородком А на балдашник Толстой палки Он был Жёлт Зол И морщинист Худая Его шея Вылезшая Из воротничка Цветной На крахмальной Сорочке Туго пружинилась Опухшие Словно Заплаканные Глаза Смотрели Пронзительно И свирепо Он весь Подёргивался На месте И вертел Шеей Словно Её давил Воротничок Он был Наиболее Непримирим Несколько Раз он Вскакивал Примерно То же самое Впоследствии Написал И Олеша Когда На собрании Артистов Писателей Поэтов Он стучал На нас Молодых Палкой И уж безусловно Казался злым Стариком Ему было Всего лишь 42 года Ведь он И действительно Был тогда Стариком И мало того Именно злым Костяным Стариком Дедом Хотя Олеша И ошибся В возрасте Бунина Которому Тогда Было уже Под 50 Но важен Не возраст А впечатление От этого возраста Оно совпадает С моим Впечатлением Именно был тогда Злой старик А мы Молодые И те самые На которых он Стучал тогда Палкой Были Багрицкий Олеша Багрицкий И все Он совсем Не золотой Сказал Я А медный Позолоченный Дутый Тем более Настоящее Золотое Еще Туда Сюда А дутый Да еще Фальшиво Золото Совсем Пошло Запомните Человек Должен Пользоваться И украшаться Если уж Он решил Украшаться Только Настоящим Подлинным Ничего Поддельного Фальшивого А что это Болтается На нем За штучка Это Осколок Который Меня извлекли Из верхней Третьей Бедра Сказал Не без Хвостовства Но все же Покраснев До корней Волос Бунин Взял Мою руку И опустил Себе на ладонь Острый Обрывок Медис Вдавленный Трехзначной Цифрой Кусочек Центрующего Поиска Немецкого Снаряда Который Мог Попади он В голову В один миг Прекратить Мою жизнь Внимательно Осмотрел Осколок Со всех сторон И спросил Это сидело В вашем теле Да В верхней Третьей Бедра Повторил я С удовольствием Откносили бы На простой Стальной Цепочке Тут гораздо лучше А дутое Американское Золото Недостойно Вашего Настоящего Подчеркнул он Осколком Он только Унижает его Как это было Так не сочиняйте Меня подбросило А когда я Очнулся То одним глазом Увидел Лежащую Под щекой Землю А сверху На меня падали Квом Еле летела пыль Это очень близкого Разрыва Едко пахло Как бы Сженым Целоидным Гребешком Ну Носите На здоровье Если вам Хочется Сказаться Богат Чему есть На самом деле Подумав Сказал Бунин Было Знойное Лето Пустынный Вымерший Город Закрытые Лавки Молчаливый Рынок Где приезжие Мужики Торопливо Обменивали Муку На городские Вещи Отсутствовали Табак и спички Я принес Бунину Большое Увеличительное Стекло Вернутое Из желтого Соснового Ящика Афонской Панорамы Эта Панорама Купленная Во время Нашего Путешествия За границу Считалась Очень ценной Вещью И стояла На третьем месте После маминого Пианино Из стенных Столовых Часов С боем Выигранных Некогда В лотерею Аллегри Круглое Увеличительное Стекло Вделанное В крышку Ящика С латонным Крючком Волшебно Прибежало Выпукло Увеличенные Полидографские Яркие Открытки Крупнозернистые Изображения Замитой Мечети Айя София С пиками Миноретов По углам И лист Старинного Кладбища В Скутаре С беломраморными Столбитами Мусульманских Надгробий Почти черными Кипарисами На фонилу Бочного Сплошь Ультрамаринного Неба Без единого Волочка Я завернул Волшебное Стекло В лист Самой лучшей Своей бумаги На который Написал Следующий Надегал Ивану Бунину При посылке Ему Увеличительного Стекла Примите От меня Учитель Сие Волшебное Стекло Дабы Сведя В свою Обитель Животворящее Тепло Наперекор Судьбе Упрямой Минуя Спичечный Вопрос От солнца Б зажигали Прямо Табак Душистых Папирос В дни Революции Тревоги И уравнения В правах Одни Языческие Боги Еще царили В небесах Но вот Благодарение Небу Настала очередь Богам Довольного Служили Фебу Пускай же Феб Послужит Вам Оставив Без внимания Мою стилизацию И Бунин Скрутил Самодельную Папироску Из остатков Скверного Черного Табака Взял Стекло И навел На кончик Самокрутки Пучок Солнечных Лучей Бивших В пыльное Окно Из города Охваченного Мертвой Тишиной В жгуче Суженом До размера Точки Кружочки Фокуса Появился Седой Дымок Как будто Где это Далеко В степи Загорела Сухая Скирда Соломы И Бунин Стал Курить Подставив Под папиросу Знакомую Пепельницу Которая На этот раз Показалась Мне так Ярко Начищенной Самоварной Мазью Как в Былые дни Благодарствуйте Сказал Бунин Пожимая Мне руку Вы меня Выручили Ваш Должник Осенью Опять Переменилась Власть Город Заняли Деникинсы И вот Однажды Темным Дождливым Городским Утром Таким Парижским Я прочитал Бунину Свой последний Так что Тщательно Выправленный И приписанный Набил рассказ Об одном Молодом Человеке На этот раз Я его Исчувства Упрямства Сделал Студентом Который Вроде Пушкинского Германа Был игрок Одержимый Манией Вот чтобы Не стало Выиграть В карте Много Денег В то время Как другой Молодой Человек Его Исчувства Все Того же Упрямства И противоречия Сделал Актером Маленького Бульварного Театра Миниатюр Завидует Студенту И даже Хочет его Убить Из револьвера Но не убивает По чистой Случайности Причем Все это Развертывается Разумеется При участии Обольстительной Балерины На фоне Доживающего Свои последние Дни Разлагающегося Обреченного Буржуазного Города Осажденного Красной Армией Как я Сейчас Понимаю Главная Ценность Рассказа Заключалась Именно в Передаче Ощущения Социальной Обреченности Накануне Революционного Восстания Когда На окраинах В рабочих Кварталах Подпольщики Достают Спрятанное Оружие И Новый День Обозначившийся Светлой Полосой За черными Фабричными Трубами Был Последним Днем Вавилона Гунин Молча Слушал Облокотившись На лаковый Столик И я Со страхом Ожидал На его лице Признаков Раздражения Лечивого Доброго Прямой Злости Но его Гунин Гунин Были Утомленно Сужены Устремлены Куда-то Вдаль Вот он И впрямь Видел Над Поле Арханновски Черными Фабричными Трубами Кровавый Революционный Рассвет И вся Его фигура Даже Расслабленные Пальцы Рук В которых Он держал Дымящуюся Папиросу Над Медной Чашкой Пепельницы Выражали Глубокое Огорчение Почти Нескрываемую Боль Я Здесь Пытался Применить Ваш Принцип Симфонической Прозы Сказал Я Кончив Чтение Он Взглянул На меня И сказал С горечью Как бы отвечая На свои мысли Ну что ж Этого Следовало Ожидать Я уж Здесь Не вижу Себя Вы Уходите От меня К Леониду Андрееву Но Скажите Неужели Вы бы Смогли Как Ваш Герой Убить Эка Для того Чтобы Завладеть Его Бумажником Я Нет Но Мой Персонаж Неправда Резко Сказал Бунин Почти Крикнул Не Сваливайте На свой Персонаж Каждый Персонаж То есть Сам Писатель Позвольте Но Раскольников Ага Я Так И Знал Что Вы Сейчас Назовете Это Имя Голодный Молодой Человек С топором Под Пиджачком И Кто Знает Что Переживал Достоевский Сочиняя Его Этого Самого Своего Раскольникова Одна Фамилия И Чего Стоит Я Думаю Тихо Сказал Бунин В эти Минуты Достоевский Сам Был Раскольников Ненавижу Вашего Достоевского Вдруг Со страстью Воскликнул Он Омерзительный Писатель Со Всеми Своими Нагромождениями Ужасающей Неряшливостью Какого-то Нарочитого Противоестественного Выдуманного Языка Которым Никогда никто не говорил И не говорит С назойливыми Утомительными Повторениями Длиннотами Косноязычим Он Все время Хватает Вас за уши Тичет 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 Нос В эту Невозможную Придуманную Мерзость Какой-то Душевную Блевотину А кроме Этого Все это Манерно Надумано Неестественно Легенда О великом Инквизиторе Воскликнул Бунин С выражением Годливости И захотал Вот Откуда Пошло Все то Что случилось С Россией Декаденство Модернизм Революция Молодые люди Подобные вам До мозга костей Зараженные Достоевщины Без пути В жизни Растеянные Душевно И физически Искалеченные Войной Не знающие Куда девать Свои силы Способности Свои Почас Недюжинные Даже громадные Таланты Ах Да что Говорить Он Зачайно Махнул Рукой Может быть Он Первый В мире Заговорил О потерянном Поколении Но Наше Русское Мое Поколение Не было Потеряно Оно Не погибло Хотя И могло Погибнуть Война Его Искалечила Но Великая Революция Спасла И вылечила Какой Бо я Ни был Я обязан Своей Жизнью И своим Творчеством Революции Только Ей Одной Я Сын Революции Может быть Плохой Сын Но Все равно Сын Это Были Последние Месяцы Перед Нашей Разлукой Навсегда Вот Некоторые Мысли Бунина Того Времени Поразивши Меня Своей Необщепринятостью Вы знаете При всей Его Гениальности Лев Толстой Не всегда Безупречен Как художник Есть у него Много сырого Лишнего Мне хочется В один прекрасный день Взять Например Его Анну Каринину И заново Ее переписать Не написать По-своему А именно Переписать Если вы Позвольны Так выразиться Переписать На белых Убрав Все длинноты Кое-что Опустить Кое-где Сделав фразы Более точными И изящными Разумеется Нигде Не прибавляя От себя Ни одной буквы Оставив Все Толстовское В полной Неприкосновенности Может быть Я это Когда-нибудь Сделаю Разумеется Как опыт Исключительно Для себя Не для печати Хотя Глубоко Убежден Что отредактированный Таким образом Толстой Не каким-нибудь Страховым А настоящим Большим Художником Будет Считаться Еще Большим Удовольствием И приобретет Дополнительно Тех Читателей Которые Не всегда Могут Осилить Его романы Именно в силу Их Недостаточной Стилистической Обработки Можно Себе Представить Какую Бурю Самых Противоречивых Чувств Вызывали В моей Слабой Подобные мысли Высказаны Моим Учителем Очень простым Даже Обыденным Тоном Лишенным Какой-то Неблорисовки Или желания Когда любили Выражаться Эпатировать Но с той Несокрушимой Силой Внутреннего Убеждения Которое Действует Еще сильнее Чем Сама Истина Подобным Образом Говорить О Достоевском И Толстом Это сводило Меня с ума Но Почему бы В конце Концов И нет Я уже И тогда Подозревал Что самое Драгоценное Качество Художника Это полная Абсолютная Бесстрашная Независимость Своих Суждений Ведь в конце Концов Тот же Самый Великий Лев Толстой Совершенно Спокойно Не считаясь Ничьим Подверг Уничтожающей Критике Смого Шекспира Взявший Под сомнение Не только Ценность Его мыслей Но и Просто-напросто Высмеяв Его Как весьма Посредственного Точнее Никуда Негодного Счинителя А что Сделал Толстой С Вагнером С современными Французскими Поэтами С великими Бодлером Верленому Уму Непостижим Он даже До Пушкина Добирался В конце Своей Жизни Добирался Добирался Ну и Что Толстой Остался Толстым Шекспир Шекспиром Вагнером Вагнером Бодлер Бодлером Все Осталось На своем Месте Пердком Великану Как Лев Толстой Не удалось Поколебать Мировые Струны Но это Я понял Гораздо Позже Когда Креп Сердцем И Разумом А в Те Дни Со Сладким Ужасом Слушал Я Слова Моего Учителя Вопрос Мой О Скрябине О его Новаторской Музыке О его Попытке Каким-то Образом Соединить Звук И цвет О его Странной Оркестровке И небывалом Контрапункте Бунин Отозвался Примерно Так Скрябин Вы Хотите Знать Что Такой Скрябин И что Из себя Представляет Его Музыка Например Поэма Экстаза Могу Вам Рассказать Представьте Себя Большой Зал Московской Консерватории Сияние Иллюстр Овальные Портреты Великих Композиторов Громадный Орган Перед ним Симфонический Оркестр Скрипки Пюпитры Ослепительные Пластроны Белые Галстуки Музыкантов Каждый Из которых В своей Области Замениться Публика Самая Изисканная Великие Московские Знатоки И ценители Музыки Курсистки Профессора Артисты Богачи Первые Красавицы Офицеры Цвет Московской Интеллигенции Легкие Зноп Ожидания Зал Наэлектризован Сдержанная Нетерпение Доходит До высшей Точки Ну вот Скинув Фалды Фрака Гирижер Взмахнул Палочкой И Началась Знаменитая Симфония Последнее Самое Революционное Слово Современной Модернистской Дагоденской Музыки Ну-с Как бы вам Описать Эту симфонию Наиболее популярно Попробую Итак Ударили В смычки Кто Влез Кто Под Дрова Но Пока Еще Болель Мене Общепинета Как Подобает В стенах Знаменитой Московской Консерватории И Вдруг Совершенно Неожиданно Отчаяннейшим Образом Взвизгивает Скрипка Как Поросенок Адумарировал Их Их При этом Бунин Сделал Злое Лицо И Не стесняясь Завизжал На всю Квартиру А потом Взвился Истошный Раздирающий Вопль Трубы И И И Ты Совершенно Обезумел С ужасом Воскрикнула Вера Николаевна Вбегая В комнату И затыкая Уши Мизинцами Это Я Популярно Объясняю Устремив На меня Пронзительный Взгляд А вы Конечно В восторге От новой Музыки Как и подобает Молодому Современному Поэту Поклоннику Достоевского Леонида Андреева Я Никогда Не слышал Симфонических Вещей Скрябина Но фортепиано Мне очень нравится Сказал Я желаю Быть независимым Я даже собирался Писать рассказ Где главное Действующее лицо Играет Привию Скрябина Но взглянув На Бунина На ядовитые Выражения Его гемороидального Лица Неуверенно Добавил Ну Конечно Может Чтобы Мой герой Играл Григо А может Бы Чайковского Спросил Бунин С непонятной Интонацией Может Гоши Чайковского Сказал Я Вот Вот Как-то Вскользь С радостным Голосом Бросил Бунин Грик Или Чайковский Грустная Природа Левитана Мягкий Юмор Чехова Героин Разумеется Бывшая Актриса Желтые Листья Одиночество Акварельные Краски И вдруг Неожидан Андерсона Любите Да Я так И предполагал Вера Оказывается Он любит Андерсона Теперь пошла Мода на Андерсона Или даже на Александра Грина Так вот Когда будете Писать свой Рассказ То кроме Грига Чайковского Левитана И Чехова Не забудьте Андерсона Упомените Бедного Оловенного Солдатика Обуглившуюся Бумажную Розу Или что-нибудь Подобное Если Удастся Присоединить К этому Какого-нибудь Гриновского Капитана С трубкой И пинтой Персиковой Настойки И успеху Интеллигентных Провинциальных Дам Средний Возраст Обеспечен О нет Нет Вы напрасно Улыбаетесь Милоси Государь Именно Эти дамы Поклонницы Грина И Грига Делают писателю Славу Создают Репутацию Романтика Почти Классика Поверьте Травленому Литературному Волку Вы еще Меня вспомянете Не раз Ах Вдруг Сказал он Без всякой Видимой связи Да в этом Ли дело Самое Главное Научиться Писать Просто Вы Лепишите Не просто Воскликнул я Нет Не то Не так А совсем Понимаете Совсем Совсем Просто Уж Чтобы Проще Некуда Существительное Глагол Точка Ну Может Самое Необходимое Предаточное Предложение По-детски Ясно Как басня Как молитва Как сказка Случилось Соловью На шумах Прилететь Ворона Видит Сыр Ворону Сыр Пленил Врубки Так Сказка О козе И начал Как зловеще Таинственно Глухо Это волчьи глаза Или звезды В стволах На краю Перелеска Полночь Поздний осень Мороз Голый дуб Надо мной Весь трепещет От звездного блеска Под ногой Сухое Хрустит Серебро Затвердеяли Как камень Тропинки За лето Набитые Ты одна Ты одна Страшной Сказки Осенние Коза Расцветают Горят На железном Морозе Несытые Волчки Божьи Глаза Здесь, конечно, тоже была простота Но совсем не та О которой так что говорил Бунин Не басня Или молитва Не сказка А нечто вроде притчи Скорее всего Видение О козе И волке Коза И волк С большой буквы Страшное Пророческое Видение Притча Написанная Серебром На черно-вороненом Уже почти Зимнем небе Голый дуб Трепещущий От звездного Блеска И под ним Одна Одна Совершенно Одна До ужаса Одна Отбившаяся В эту морозную Полночь Коза Старая Совпал Жесткими Боками Русская Нищая Коза С мудрым Иссохшим Истерзным Лицом Ивана Бунина Со Сплаканными Глазами Великомученицы И в то же время Великой Грешницы Блудницы Не имеющие Силы Отвести Взоров Откарающих Божьих Глаз Которые Грозно Расцветают Грозно Горят На железном Морозе Словно Глаза Какого-то Древнего Мерцающего Инием Волка Оборотня И этот Поджарый Щелкающий Желтыми Зубами Волк Есть В то же Самое Время Как бы Еще одно Новое Воплощение Все того же Бунина Одновременно И козы С глазами В длинной До земли Кварийской Шинели И дьявола И бога Самое Ужасное Заключалось В том Что я Постепенно Терял Контроль Над своим Уходящим Сознанием Погружаясь В тяжелый Призрачный Мир Неописуемых Сновидений Чувствуя Лишь Свинцовое Гудение Крови Разогретой До соргоградусной Температуры Под Сельсию По очереди Превращаясь То в козу То волка Врядущих Друг за другом По набитым Тропинкам Затвердевшим На морозе Как камень Я крупно Знобила Морозила От полярной Стужи Не подал Зуб на зуб Предсмертная Тошнота Подступала К горлу И ни капли Тепла Не было Вокруг Как в брошенном Стальном Бронепоезде Среди Бесконечных Пространств Среди Тих Тонких Негреющих Госпитальных Одеял на всегда замерзшего Я тут же навсегда забывал Но одно Из них Все-таки оставил Слабый след В моей памяти Человек Который Задыхаясь Бежал По каменным Раскаленным Дворам Монастыря Чойжин Ламы Одной Из самых Жестоких И грозных Лам Носившего Титул Государственного Оракула Некогда Чойжин Лама Обратился К манжурскому Императору С просьбой Дать имя Его монастырю И получил Название Дарующее Благоденствие Которое Теперь было Начертано На щите У входа В главный Храм На манжурском Монгольском Китайском И тибетском Языках Его преследовали Он вбежал В храм Покрытый Снаружи И внутри Изображениями Отрезанных Человеческих Голов И внутренних Органов Висящих На разноцветных Шелковых Лентах Эти Изображения Символизировали Врагов Религии И были призваны Показать Что такая Участь ждет Неверующих Еретиков В загробной Жизни Человек Этот Был Революционер И бежал Из города Временно Захваченного Восставшими Ламами Он Надеялся Спастись В храме Спрятавшись За сидением Левого ряда Где Во время Богослужения Находился Один из Высших Лам Халибо Лама А перед ним Были разложены Предметы Культа Колокольчики Бубны Литавры Барабаны Тубы Раковины И стальной Молитвенный Жезло Чир Дающий Жрецу Силу И власть Над человеческой Жизнью Вокруг Были Изображения Рая Это ж Горячего И холодного Ада С голыми Фигурами Терзаемых Грешников Три Громадные Коралловые Маски Изображающие Ужасного Бога Жамсарана С разъянутой Пастью Смотрели На спрятавшегося Человека Зияющими Глазницами А так как человек Пробегая В тесноте Храма Задел Причем Бронзовый Гонг То в воздухе Волнами Плыл Пригушенный Гул Колебли Синеватые Дымки Тонких И длинных Ароматических Свечек Время от времени Роняющихся Из-за пепел На серебряные Подносы Затем Послышался Топот Ног Обутых Монгольские Сапоги В храм Вбежали Враги И схватили Человека Уцепившегося Обеими руками За небольшую Позолоченную Статую Женщины Будды Собольстить На тонкой талии Скользящей Улыбкой Тонких Козьих Губ Коварно Опущенными Веками И стройными Ногами Скрещенными Таким образом Что их узкие Позолоченные Подошвы Были каким-то образом Повернуты Вверх К небу Человек Бросился На пол Мы его Схватили Поволокли Прижали К синему Столбу Золотыми Разводами И бритоголовый Лама Скрипнув Зубами Выхватил Из-за пояса Китайский Пастушский Нож В сандаловых Ножнах Выложенных Мягким Серебром С треском Вонзил Узкое Лезвие С глубоким Желобком В грудь Революционера Просунул В багрово Красный Как бы Раскаленные Устья Раны Цветка Свою Мускулистую Обнаженную До плеча Руку Борца И Вырвал Сердце А распростертый Труп Человека Отбросил Ногой Прочь С дороги Как Бадли И этот Труп Человека Был я И это Мое Сердце Привязали Шелковыми Китайскими Шнурками К знамени Революционного Восстания И оно полетело Над всадниками Над развивающими Согривами Лошадей Сбивавших Копытами Головки Желтого Мака Над острыми Вершинами Хинганского Хребта Над пустыней Гоби Где жарко Свистел Шелковый Китайский Ветер Я лежал Посреди Раскаленного Монастырского Двора С вырванным Сердцем И на меня Смотрели Маленькие Бронзовые Львы Похожие На лягушат Сплошь Покрытых Зелеными Улитками Шерсти Над Курильницами Плыл Угарный Дым Сухих Трав И Желтая Карета Богдога Гена Промикнула Меж Красных Золоченных Столбов Монастырских Ворот С тяжелой Но стройной Черепичной Крышей С поднятыми Кверху Углами Увешанными Безмолвными Колокольчиками И в тот же миг Я превратился В того Железного Грубо Сваренного Колченогого Человека С мучительно Вывернутыми Воздетыми Вверх Обрубками Рук И рваной Дырой Посредине Прямоугольного Туловища Которого я Однажды Сорок лет Тому Вперед Вдруг увидел Посреди кирпичных Развалин Взорванного Фашистами Роттердама И чайки Мрачного Северного Моря С отчаянными Криками Пролетали Туда и назад Сквозь брешь В моей груди Где некогда Билось сердце О, если б Кто-то Знал Какая Мука быть Железным Человеком Городом С вырванным Сердцем Обреченным На вечную Неподвижность И безмолвие На своем Бетонном Цоколе И в то же Время Быть Распростертым На льдине С мертвыми Открытыми Глазами В которых Отражается Маленькая Полярная Звезда И когда Я уже Не мог Больше Сопротивляться Этой Муке И готов Был навсегда Погрузиться В ледяную Прорубь В ту Неизмеримую Глубину Где По ледяному Коридору В сказочной Зеленой Воде Двигался Сигарообразный Наутилус И капитан Немус Крестив На груди Руки Судорожно Вдыхал Последние Капли Кислорода Меня Начинали Посещать Божественные Видения Такой Небесной Красоты Что Останавливалось Бедное Земное Время И начиналось Какое-то Иное Высшее Время Как бы Навсегда Разделавшее Мое Тело Нетлен Я Испытывал Какой-то Душевный Восторг Поэму Экстаза С высоким Воплем Трубы Взлетевшим Над глухим Шепотом Скрипок Достигший Своей Высшей Мысли Мои Грани Высшего Блаженства И там Остановившись Навсегда Иногда Я как бы Всплывал На поверхности И начинал Ощущать Хотя Очень слабо Своё Устощённое Обессиленное Тело Покрытое Тонким Лазаретным Одеялом Пропускавшим Полярный Холод Ко мне Частично Возвращались Чувства Я слышал Устойчивый Запах Йода Формы И карболки Делавший То странное Пространство Среди которого Я находился Похожим На непомерно Громадный Запущенный Вокзал Некую Сепнотифозную Жмеринку Моих Военных Кошмарах Наполненной Бетонным Гулом Хаосом Ручного Багажа Из которого Вдруг Вблизи От меня Появлялись Знакомые Фигуры Отца В стареньком Демисезонном Пальто Как-то Пёстрах Старушечих Варежках И младшего Брата Жени Будущего Евгения Петрова В съеденном Молью Верблюжьем Башлыке Они стояли Передо мною В отчаянии Опустив руки И я видел Слёзы Которые Тепли по щекам И посидевшие Вороде отца И тёмные Глаза Жени Полные боли Жалости И ужаса Я понимал Что они думают Вот я умираю Вот в отстанную Минуту На их глазах Кончился И может быть Уже Умер И тело моё Костенеет И в то же время Всей своей Пробуждающейся Ликующей душой Я уже знал Наверняка Что кризис Прошёл Благополучно Что теперь Я буду жить 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 Очень долго Может быть Даже вечно И чувствовал Начавшийся Прилив жизни Но только ничего Не мог им сказать Даже улыбнулся Я слышал Их Как бы Очень удалённые Слабые голоса Повторявшие Моё имя Но кроме Этого Я ещё Слышал Гораздо Более Отдалённые Военные Звуки Каким-то образом Дававшие мне Понятие О положении В городе О последних В часах Осады И об эвакуации Воплотившейся В обнажённый Лес Пароходных Гудков Наверное В тот час Когда покидал Родину Мой Бунин И снова Погрузился В глубину Счастливых Сновидений А когда Однажды Проснулся То по разным Признакам Понял Что вокруг Меня уже Начиналась Какая-то Совсем Новая Жизнь И молодые Поэты Писали На чём Попало На оборотной Стране Периодической Таблицы Венделеева Разрезанные Для удобства На прямоугольнички На листах Бледно-розовой Тончайшей Бумаги Старого Мира Так называемой Аптекарской Поразительно Непрочной Неспособной Пережить Эпоху Почти Невесомой Распадающейся В руках Как пепел Или На плотных Устойчивых Страницах Выдранных Из тюремной Книги Куда При старом Режиме Вносились Денежные Поступления Для арестантов Где Чётко Чернели На неуспевавшей Пожелтеть Бумаги Печатные Графы Порядковый Номер Фамилии Имя Отчество Сумма Руб И коп На какой Предмет Разрешено Или отказано Книга Эта После взятия Города Конницы Котовского И разгрома Тюремного Замка Вместе Со всем Его Архивом Попала На рынок И была Продана Напищую Бумагу Теперь Больше сорока лет Тому Вперёд Я перебирал Или перебираю Обветшалые листки С ломкоосыпающимися Краями Как бы сожжёнными Серной кислотой Времени Стихи Правду сказать Были так же Плохи Как и тогда Но кусочки Бумаги На которых Они были Нацарапаны Хранились Следы Моего Ещё Не вполне Определившегося Почерка Вероятно Так же Как Кора Головного Мозга Хранит Отпечатки Всех Впечатлений Жизни Под надёжной Охраной Механизма Памяти Ключом К которому Наука Ещё Не владела То Что Было Тогда Тому Вперёд Теперь Стало Тому Назад Рассматривая И перебирая Эти чудом Уцелевшие В моих Папках Полуцелевшие Бумажки Я как бы На ощупь Прокладывал Путь Через Безмолвные Области Подсознательного В тёмные Хранилища Мертвевших Сновидений Стараясь Их оживить И силы Моего Воображения Оказалось Так Велика Что Я вдруг С поразительной Почти Осязаемой Достоверностью И ясностью Увидел Внутренность Тесной Мазаной Хаты Наде Третьей Заваренной Жёлтой Душистой Соломой И закопчённые Устья Вымазанные Мелым Печей С закруглёнными Углами Что делало её Похожей на портал Маленькой Театральной Сцены В глубине Которой Разыгрывалась Фиерия Код пожара Тревожно Освещавшая Фигура Единственной Зрительницы Девушки В домотканной Юбке Выкрашенной Луковой Шлухой Она сидела На скамеечке Перед печкой И грубой Но хорошенькой Ручкой Щипала Кудель На конце Ссученой Шерстяной Нитки Танцуя И крутяс Но Не доставая На волосок Мазаного Глиняного Пола Висела Серая Веретено А босая Девичья Нога С очень Короткими Пальчиками И совсем Уж Короткими Еле Прорезавшими Сокогатками Прилежно Нажимала На рейку И порхающий Ветерок Дул в лицо От крутящегося Колеса Старуха Иногда Слизала Задом С печки И присев На корточке Перед печью Запихивала В устье Громадные Хапки Соломы С трудом Обхватывая Их черными Руками Солома Быстро Свешала Цикл Сграни Сначала Она Ненадолго Обволакивала С молочно-белым Опаловым Дымом Который Сочился Сквозь Пористые Телы Соломенной Хапки Через Мгновение Вспыхивала Охваченные Со всех сторон Золотом Пламени В котором Был как бы Сосредоточен И сохранен Весь нестерпимый Зной Июльского Полевого Полудня Обжигающего Лицо Своим Сухим Целебным Дыханием И сейчас же Вдруг Делала Суглюмой Маково-красной Затем Темнело Становясь Маково-черной Мрачной Как бумажный Пепел И После этого Глубина печки Скучно пустела Как сцена Театра С убранными Декорациями Таким громадным Пустым Полом Словно Там никогда Ничего не Представляли Тесная Хата Ищи Совсем Недавно Наполненная Жаром И Светом Вдруг Сразу Без Перехода Делалась Могильно Темной Холодной Выстуженной Так что Молодой Человек Разложивший Свои Листки На Выскобленном Столе Перед Крошечным Окошечком Не без труда Разбирал Собственный Почерк Этот Молодой Человек Совсем Ощновит Юноша Был Я Вернее Сказать Он мог Быть Мною Если Я обладал Силой Воскресить Себя Того Давнего Молодого Но так У меня Нет Этой Волшебной Силы То Сейчас Когда Пишутся Эти Строчки Я Могу Считать Его Лишь Некоторым Своим Подобием Несвершенного Воплощения Моего Теперешнего Представления Обо мне Самом Того Времени Если Время Вообще Существует Что Еще Не доказано Времени Оставившего Единственный Материальный След В виде Ветхих Листков Бумаги Исписанной Дрянным Карандашом Номер Четвертый Который Не писала Скорее Царап Меня Того Прежнего Юного Уже Нет Я Не сохранился Карандаш Исписался А плохие Стихи Нацарапанные На бумаге Легко Как пепел Вот они Остались Разве Это Не чудо Пшеничным Калачом Заплетена Коса Вкруг Милой Головы Моей Уездной Музы В ком Сочетается Неяркая Краса Крестьянской Девушки С холодностью Медузы С ней Зимним Вечером Вдвоем Не скучно Нам Кудахчет Колесо Взволнованно Сеткой И тени Быстрых Спиц Летают По углам Крылами Хлопая Подвиской Репот Редки О чем Нам Говорить Я Думаю Куря Она Молчит Глядит Как В окна Лепит Вьюга Все Тяжелее Дышать И позднее Заря Находит Нас Опять В объятиях Друг Друга Эти Стенцы Сочиненные В духе Так называемой Южно-русской Школы Чрезвычайно Нравили Самому Автору В особенности То место Где Сочетается Неяркая Краса Крестьянской Девушки С холодностью Медузы Приведенные Строки Должны были Дать Представление О широком Лице И о Крупных Как бы Немного Студенистых Ничего не Выражающих Лиловатых Глазах Цвета Хорошо известными Черноморской Медузы Или если угодно Голову Медузы Горгоны Что также Соответствовало Немного Мифологическому Стилю Того Романтического Времени Если бы Мне сейчас Пришлось Описывать Глаза Этой Хорошенькой Деревянской Таракутски Впрочем Зачем То я Скорее всего Сравнил бы Их с бараньими Глазами Врубелевского Пана Таракутска Это маленькая Высушенная Тыквочка Которой Обычно Играли на Украине Деревенские Дети Этим же словом В шутку Называли Хорошенькую Круголицую Девушку Примечание Автора Тем более Что Сколько Помнится В окошке Виднелся Рожок Желтого Месяца Но это Не меняло Дело Стихи Все равно Никуда Не годились Как и подавляющее Большинство Описательных Стихов И В сущности Говоря Были Сычны Ради Двух Последних Строчек Безусловно Лживых Так как Поздняя Зря Еще Никогда Не находила Поэта Его сельскую Музу В объятиях Друг друга Невинная Девушка Обычно Спала На печке Вместе Со старухой А стихотворец Устраивался На сухом Глиняном Полу Под столом На ледне На остатках Сухого Куриного Помета И соломы Положив Под голову Полевую Походную Сумку С рукописями И укрывшись Латаном Перелатанным Бараним Кожухом Который Далось Выменить В Балти На базаре С почти Новую Трофейную Английскую Шинель Полученную В хозяйственном Отделе Губ Ревкома По записке Ингулова Стихи По расчету Молодого Человека Должны были Произвести Сильнейшее Впечатление На одну Гражданку С которой Он познакомился Не задал Года отъезда В командировку Не успев Начать с ней Романа Даже как следует Ее не рассмотрев Но решив Наверстать Упущенное Сейчас же После возвращения В город Пишу Гражданка Потому что В то Легендарное Время Древолюционные Слова Вроде Барышня Или Мадмазаль Были Упразднены А слово Девушка Как обращение К девушке Впоследствии Введенное В повседневный Обиход Маяковским Ее тогда Не вошло в моду И оставалось Чисто литературно Сказать же Молодая Особа Было слишком В духе Диккенса Старомодно А потому Смешно И даже Непристойно Красавица Еще более Смешно Дама Оскорбительно Смешива Оставалась Гражданка Что вполне Соответствовало Духу Времени Так напинала Боги Жаждут Анатолия Франца Книгу Которую Вместе С 93 Гюго За неимением Советских Революционных Романов Была Нашей Настольной Книгой Откуда Мы черпали Всю Революционную Романтику Эстетику Терминологию Теперь я бы Просто сказал Девушка Тогда же Можно было Сказать Только Гражданка В крайнем случае Молодая Гражданка Не иначе А под Тип-то Ракутски Она не подходила Я Или Вернее Он Предвкушал День Когда Вдруг Появлюсь В коллективе Поэтов Или на эстраде В зале Депеш Югросты Возмужавший Обветренный Полный впечатлений Слегка Ироничный Совсем Не сентиментальный Пусть даже Грубый И швырно На стол Покрытый Кумачом Сверток Новых стихов Начну их читать Наизусть Конечно Распев Разумеется Не все стихи Это к самой лучшей Счет Одно или два А потом Потом По настойчивым Требованиям Восторженной Но бесплатной Аудитории И все остальное Двенадцать Лирических Стихотворений Довольно Длинную Революционную Поэму Написанную Белым Пятистопным Ямбом Несколько Старых Сонетов Из цикла Железа Но, конечно В первую очередь И поздняя Заря Находит нас Опять В объятиях Друг друга Не следует Бюллетеней Обязанность Без страшно Бороться Бороться Оказывать Нем Фампа вылазала. Чего до меня причепились? Хибо не можно поставить человека у кого-нибудь другого. Не можно очередь вашей хаты. Батьке вашему так. После чего, постояв некоторое время перед дверью, навросшим в землю в плоском назреватом камне, Пчелкин нажимал пальцем железную щеколду, неуверенно переступал через порог и входил в темное синий, а затем на ощупь еще были темную хату, где остро пахло куриными перьями, сухой глиной и пшеничной половой. Когда же глаза его после яркого вечернего света на улице наконец привыкали ко тьме, то он видел перед собой старуху в клетчатой планёве и степенно снимал кепку с наглостриженной бледно-голубой головы, стараясь произвести впечатление человека самостоятельного, понимающего толк в деревенском обращении. Скромно пряча глаза, он размашисто крестился на икону, а затем преувеличенно низко кланялся хозяйке. — А сам, наверное, в бога не веришь? — спрашивал небезыроний старух. — Верю, бабушка, но и брешишь. Седай на скамейку, здесь будешь спать. Покорно вас благодарю. — Смотрите, я кой цикавый. Ему и сидеть у мамки под юбкой, он ж ездит уполномоченным. Вы и извиняйте, по какому делу уполномоченный. Если забирать хлеб по разверстке, то опоздали. Уж всё чисто. А если по сумогону, то не гоним. Не занимаемся этим делом. — Нет, я журналист. Старуха с презрением собирала морщинистые губы на манер того, как затягивают на сисёмочку кисет. — Канцелярский, значит. И никак невозможно было объяснить ей, что такое журналист. А тем временем с печки, осторожно переставляя босые пятки, по уступам при печке распускалась, прижимая груди. Поливенную миску с горкой голубого мака, сгорающая от любопытства хорошенькая таракутска. Дело ей, что ничуть не интересуется молоденьким, цыковеньким уполномоченным и на её круглом лице вымазанным огуречным рассолом. Возле телесно-розового ротика прилипла к тугой пунцовой щеке белая огуречная семечка. Примерно так было. В каждой деревне, где Пчёлкин с большим удовольствием останавливался на один или на два, посвящал даже и на три, по принципу, сколько хватит вашей совести. Там, после городской голодовки, он вволю отъедался серым пшеничным кулачом, солёным свиным салом, нарезанным кубиками, квашенными зелёными помидорами, кулешом, мамалыдой и прочей грубой, но сытной деревенской едой, которую угощали его женщины, в конце концов, примирившись с постояльцем, порядочно-таки отощавшим в губернантском центре, где люди жили по карточкам, имевшим, скорее, символическое значение, так по ним почти ничего не выдавалось. Вскоре после взятия перекопа. Может быть, хозяева мужчины не так ласково обходились бы с ним, но одинокого уполномоченного по неписанному закону старост почти всегда посылал в хат какой-нибудь вдовы, солдатки и старухи, скучавшие без мужского общества, так что в смысле кормёжки и командировка в деревню отчасти напоминала теперешнюю путёвку в дом отдыха. По тому же неписанному закону, если командированный задерживался в хате на несколько лишних дней, то помогал женщинам по хозяйству, справляя какую-нибудь мужскую работу, словом, ел хозяйский хлеб недаром. Пчёлкин не обладал достаточной физической силой и, как человек вполне городской, не привык к физическому труду, так что хозяйкам от него было мало пользы. Однако он никогда не отказывался от работы, даже сам напрашивался на неё, чувствуя неловкость за своё дармоедство, и рад был поковыряться вилами в сухих табачных пластах старого навоза или передащить на спине в плетёную клоню два-три не слишком тяжёлых мешка с отрубями или крузными початками. Спасибо и за то. Он был миловиден, черноглаз, его нагло остриженная голова внушала сердобольным женщинам мысли, что он недавно переболел сыпным тифом. Они жалели его, кормили, и даже иногда снабжали тёмно-зелёными, наждачно-жёсткими листьями самосада, которые он тонко нарезал перочинным ножом и с удовольствием курил самокрутки, иногда употребляя вместо бумаги тонкие кукурузные листья. Он не оставался в долгу. У него в походной сумке всегда находился небольшой запас с иголок в чёрных конвертиках, катушки две ниток, номер сороковой, дюжина перламутровых пуговичек на серебряной картонке и прочая дешёвая галантерея, приобретённая на Одесском базаре специально для товарообмена. Это научное слово теперь уже давно вышло из моды и осталось лишь в учебниках, но тогда оно было осью, в которой вращалась вся экономика. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...